Уроки Пифагора Глава первая. Пленники Холодная ночь в Ливийской пустыне казалась бесконечной пленникам и их конвоирам. Начальник персов-стражников уже начал беспокоиться, что они сбили с пути. Но вот впереди наконец стали видны огни костров огромного лагеря, и все вздохнули с облегчением. Всех пленников, кроме одного, отвери к остальным рабам, захваченным в плен персидским войскам. А с этим финикийцем что делать? Он ведь жрец, и, похоже, из важных. Куда его теперь? Перс мрачной наружности с еще плохо зажившим и шрамом через все лицо скривился и молча махнул рукой в сторону дальнего костра. Новый пленник был очень высокого роста и мощного телосложения, словно он был ответом, а не жрецом. Он имел вьющиеся длинные густые черные волосы. Простая льняная, когда-то белая одежда жреца была разодрана в нескольких местах и носила явные следы борьбы. Жреца финикийца отвели туда, куда было указано. Один из стражников, передавая его новым охранникам, произнес. «Вот, принимайте финикийца. Говорят, что он маг и жрец, так что поосторожнее с ним. Его в шестером еле скрутили». С этими словами он разрезал тугие веревки, которыми были связаны руки жреца. Финикийц сбросил надменно-презвительный взгляд на охранника и начал растирать затекшие под веревкой руки. У костра сидели восемь человек. Это были плененные прежде в разных городах и храмах Египта жрецы, предсказатели, астрологи и целители. Этих людей, по приказу царя персов Камбиса, должны были содержать особо и доставить в целости в столицу персов. Ведь не только золотом был богат Египет. Тайны, хранимые жрецами в храмах и пирамидах этого государства, давали ему, как считалось, могущество на протяжении тысячелетий. И лишь сейчас пало Египетское царство под военной мощью персидского воинства. Так что обладатели этих знаний представляли собой особо ценный трофей, который следовало сохранить и в дальнейшем использовать. Вновь прибывший пленник окинул внимательно взглядом всех своих будущих спутников-пленников с высоты своего роста. Лишь на одном человеке, в светлой по-греческой традиции и очень чистой одежде, его взгляд задержался на несколько мгновений. Затем он вновь углубился в себя. Именно тот из пленников, на которого обратил свое мимолетное внимание финикийц, подвинулся, уступая ему место рядом с собой у костра. Он вынул из складок одежды, бережно завернутые в чистую ткань кусок лепешки, и протянул его финикийцу. Затем налил в чашку воды. Новый пленник еще раз оглядел с удивлением того, кто так охотно поделился с ним пищей. Предположить, что пленников хорошо кормили, было сложно. Он кивнул в знак благодарности и принялся за еду. После трапезы финикийц спросил. «Ты не похож на египтянина? Ты грек?» «Да, мое имя Пифагор». «А я Гомелькар из Карфагена», — назвал себя финикийц. «Что привело тебя в Египет?» «Я обучался в Мимфисе. Ты чужестранец и был допущен к посвящениям жрецами. Вот так чудеса». На этом беседа завершилась. Финикийц был немногословен. Он не вступал в общие беседы. Но время от времени он бросал на грека внимательные взгляды и слушал, если Пифагор говорил. Грек явно вызывал у него интерес, в отличие от остальных пленников, к которым финикийц относился с некоторым пренебрежением или даже высокомерием. И этого нельзя было сказать о греке. Он иногда беседовал с другими пленниками, расспрашивая о царебных травах и приемах исцеления, или с интересом слушал рассуждения о планетах и устройстве мироздания. Обычные беседы велись на египетском языке, который понимали все пленники. Но Пифагор прекрасно владел и другими языками. И когда в том была необходимость, легко мог вести беседу на родном языке собеседника. По-персидски он тоже высказывался свободно, чем вызывал уважение даже у стражников. Сам Пифагор говорил немного, в споры никогда не вступал. Когда он излагал иную точку зрения, он был лаконичен и объяснял подробно лишь тогда, когда собеседник проявлял к сказанному им живой интерес. Он был необычен, но не внешне, а внутренне. Он нес с собой состояние особого покоя, гармонии и доброжелательности. Его движения, на первый взгляд, просто плавные, при взгляде более внимательным, были наполнены особой силой. Его слова тоже обладали весомостью. Они проникали в душу слушающего до самой глубины, словно измеряли собою глубину и чистоту души. Гомелькар общался со жрецами многих разных храмов. Он легко отвечал на пускное величие от подлинной силы и мощи души. Но в этом греке было что-то еще, чего он прежде никогда не видел. Для Гомелькара это было пока загадкой. Что ж, времени для ее разгадывания будет предостаточно. В один из дней обос с рабами и другими трофеями персов остановился для отдыха перед следующим длинным переходом. Поводом к этому послужило также то, что персы праздновали известие о полной победе царя Камбиса и его восшествии на трон фараонов Египта. Теперь караванов с захваченными ценностями станет еще больше. Египет полностью покорен. Вино лилось рекой. Только те из стражников, кто оставались дежурными, были трезвыми. И они люто завидовали остальным. В котлах варилось мясо, на кострах, на вертелах жарь ведь дичь. От возлияния один из начальников охраны персов подобрел на время и распорядился накормить получше и особых пленников. А то ведь и не дойти могут, отвечая за них потом. Когда плененым жрецам предложили эту пищу, Пифагор, единственный из всех, отказался. Из всей роскошной и по меркам для пленников пищи он взял лишь по горсти фиников и орехов, отошел в сторонку и сел там отдельно, пока остальные пировали. К вину он тоже не притронулся. После Камилькар подошел к Пифагору и спросил. «Ты отвергаешь пищу, которая дает силу? Это твое убеждение? Ты орфик? Я не приемлю ни в мысли, ни в мое тело темную силу убийства, которые приходят в человека вместе с употреблением тел убитых животных». Не только орфики считают необходимым условием для совершенствования души нарастенное вегетарианское питание. Это было во многих древних чистых учениях. И сейчас есть мудрецы и их ученики в странах далеко на востоке, например, в Индире, Китае, которые этому следуют. В Греции, да, об этом еще помнят орфики. В Египте когда-то тоже это знали. Возможно, закат Египта начался как раз с того, что чистоту жизни утратили верховные жрецы и фараоны, наделенные неограниченной властью. Есть обычаи варварских народов пить кровь поверженных врагов или даже их плоть вкушать. Чтобы якобы завладеть их силой. Ты, наверное, слышал о таком? Ты не находишь это, диким, гомелькар? Ты интересно рассуждаешь, грек, произнес в ответ финикеец, но дальше не продолжил беседу. Не стал продолжать эту тему эпифакор. Глава 2. Побег К ночи сменилась охрана лагеря. Многие, вновь вступившие на несение дежурства, были еще под воздействием празднества. Большинство персов все еще продолжало пиршество. Многие уже заснули, повергнутые в полное бесчувствие избытком вина еды. Когда все другие пленники уже спали, финикеец вновь сел рядом с Пифагором и заговорил тихо. Послушай, грек, мы могли бы сегодня ночью бежать из этого плена. Это очень удобный случай, который в другой раз может не представиться. Неужели ты не хочешь обрести свободу? Неужели ты готов провести жизнь среди этих послушных, как скот людей, воровстве у персов? Ты серьезно сложен, как Аполлон, я как Гераков. Мою силу ты видишь. Вдвоем нам будет легче бежать и выжить в пустыне. У меня есть кинжал, и если убьем вон тех двоих стражников, то мы будем свободны. Я вижу твою силу, но вижу и твою слабость, Камилькар. Не знаю, что ты имеешь в виду. Расскажешь об этом после. А сейчас очень удачное время. Я знаю эти места, и мы не заблудимся. Потом мы могли бы отправиться в твою страну. Я не хочу быть рабом царя персов. Я много лет учился мудрости, и не пристало мне потратить жизнь на бессмысленный подневольный труд. Я владею магией. Да и тебя ведь тоже пленили в храме. Ты получал посвящение и знания, ведь не для того, чтобы стать рабом. Я свободен. Я свободен всегда, везде. Никто не может сделать меня рабом. Да и тебе не следовало бы убегать от своей судьбы. Она все равно настигнет тебя. Это обязательно случится, если не в этой, то в грядущей жизни. Лучше пойти судьбе навстречу и принять тот дар, который она тебе приготовила. Если быть готовым к принятию, то многое откроется пред тобой. Нам с тобой не следует убегать сегодня. Есть другая возможность обретения свободы. Ты не будешь рабом, и я не буду рабом, что бы они сделали с нашими телами. Но между нами пока есть разница. Ты готов пожертвовать чужую жизнь ради собственной свободы, а я нет. Я не хочу получить свободу ценой жизни других людей. Я пока остаюсь здесь. И тоже предлагаю тебе, подумай об этом. Ты не понял меня? Такая возможность, как сегодня, может не представиться еще долгое время. Если не хочешь, что ж, тогда я убегу один. Если ты передумаешь, то дай мне знать. У тебя есть еще два часа. В конце концов, можно не убивать, а колдовать стражей, если ты это умеешь, а лишь это тебя волнует. Подумай, вдвоем нам будет легче их обезоружить и уйти от покойни. Ты не сможешь убежать от своей судьбы, гомелькар из Карфагена. Посмотрим. Прощай, Грек. До свидания, финикейц. В ту ночь гомелькар бежал. Он не убил стражей. Он оглушил их ударами своего тяжеленного кулака, а затем прихватил их оружие. Но ему не повезло. Его заметили другие стражники, тогда, когда он уже почти скрылся. Поднялся шум, началась погоня. Финикейц сражался один против множества вооруженных персов. Он был тяжело ранен. Его тело приволокли к костру, чтобы все видели, как покарают каждого, кто осмелится бежать. Гомелькары собирались убить на глазах у остальных. Но тут вмешался Пифагор. Оставьте ему жизнь. Вам не простят гибели столь ценного жреца. Он говорил это так, как будто он был здесь главным, а не одним из пленных. Но его неожиданно послушались. Один из стражников, правда, попробовал возразить. Но он так тяжело ранен, что, скорее всего, умрет. Или ты будешь тащить его на себе, грек. В таком случае он не выдержит и дня пути. Или прикажешь предоставить ему носилки. Он не умрет. К утру он будет здоров и сможет идти сам. Стражники с недоумением и опаской посмотрели на грека и положили раненого туда, куда он указал. Они беспрекословно подчинялись его указаниям, даже не понимая, почему. Ты оказался прав, грек. Не получилось. Финикейц переносил боль и ждал смерти, со спокойствием, присущим тем, кто обладает великой силой души. Ты не умрешь сейчас. Я помогу тебе. Пифагор склонился над раненым. Первый раз он осуществлял такое царительство на практике. Но он был уверен в том, о чем ему сказали боги, что этот финикейц сумеет научиться всему тому, что он и не знает Пифагор, и что финикейц станет его соратником и другом. А значит, он не должен и не может сейчас умереть. Верховный жрец, у которого обучался Пифагор, рассказывал легенды о том, как в давние времена исцеляли больных с помощью магического жезла, проводящего священную силу в тело больного. У Пифагора не было магических инструментов. Но Пифагор знал от тех невоплощенных божественных учителей, которые завершали его обучение, что тело человека само может быть проводником великой божественной силы. И что магические инструменты есть лишь в проявлении деградации умения использовать божественную силу непосредственно собою, как сознанием. Тот ярчайший свет, который видел теперь Пифагор, погружаясь в великое слияние с творящей силой, уже готов был излиться через его тело. Исключив любой примесь собственных мыслей, Пифагор предоставил божественной Сирии течь сквозь себя, открыв проход для этой силы к телу раненого. Затем Пифагор восстанавливал целостность тех энергетических каналов и органов тела Гомелькара, которые были повреждены. Стражники наблюдали издали за непонятными им действиями грека. Когда утром Гомелькар был не просто жив, а мог сам идти, об этом потом говорили и шептались многие. Те, кто узнавали о происшедшем, старались не приближаться к греку. Мало ли что. Ведь, оказывается, он великий маг. Глава 3. О законах целого Путь каравана продолжался. Они шли рядом, исцелённые и исцелившие. Пыльная дорога, шум огромного обоза с рабами и награбленными ценностями словно не существовали для них. Они говорили о том, что сейчас было особенно важно. Как ты смог это сделать? Что за посвящение ты получил, если можешь такое? Я бы ни за что не поверил, если бы услышал от других о таком. Но я испытал это на себе. Я видел тебя, огромного и светосияющего, состоящего. Ты ведь богам всесильным подобен. Я думал, что смерть для меня наступила. Я видел то, что после смерти души открытым становятся. Но вот я жив, и даже следов о трансмертельных не видно. И после всего этого ты остаёшься пленником? Ты расспрашиваешь мелких этих кудесников и знахарь и царевных травах и снадобьях? Чего ты хочешь? Каковы твои цели? Я хотел бы научить тебя тому, что знаю. И не только тебя, но и тех, кто смогут и захотят познать всё то, что я познал. А ты хотел бы этого тоже? Что ты потребуешь взамен? Это знание бесценно и может быть отдано только в дар и только достойного того. От тебя потребуется лишь послушание, которое принимает ученик, который готов учиться не несколько дней, а месяцы и, может быть, годы, и труд над собой душой, который сделает возможным восприятие того, чему я могу научить. Откуда знаешь ты те тайны, которые неведомы даже жрецам из Мемфиса? Я тоже проходил там обучение. Или мне они открыли не всё? Я знаю тайны от того, кто открывает их каждому достойному, когда тот может их вместить. Ты спросил, чего хочу я, каковы мои цели. Задумал я составить лестницу из ясных и простых ступеней для восхождения души. От малой человеческой частицы мироздания до единения совершенных с творящей силой единого изначального Бога. Способен человек стать достойным единения с Творцом. Для этого надо обрести подобие богам великим. Так обретается бессмертие. Но многое должна освоить душа, чтобы постичь это. Нельзя подарить душе ту мудрость, к вмещению которой она ещё не готова. Готовых к постижению немного. Ты мог бы стать одним из тех, кто этот замысел божественный не только реализует в себе, но и помогут в этом другим достойным людям. Я могу поделиться с тобой тем, что знаю. Но чтобы начать учиться, ты должен перестать считать себя знающим. Я готов стать твоим учеником и следовать твоим указаниям, Пифагор. Ну что ж, тогда начнём прямо сейчас. Свои намерения и мысли, эмоции и цели души отныне ты можешь постараться привести в гармонию с тем замыслом целого, который тебе уже слегка открылся, пока ты пребывал между жизнью в теле и жизнью в ней его. Ты понял, что на значении всей жизни души есть постепенное приближение к божественности, свету, всеобнимающей любви, великой мудрости и первозданной силе. И я помогу тебе в понимании законов, по которым всё существует в мироздании, и совершает к совершенству свой путь. Пока не чисты цели человека, блуждает он в потёмках ложных притяжений и желаний. И может тогда страданиями наполняться его судьба. То, что отдельным и разрозненным нам видится в творении, на самом деле, при взгляде от Творца, собой являет великое единство, великое одно. Сидивный и многозвонный организм законом подчиняется особым, заложенным Творцом всего в основу его творения. И тот, кто те законы познав не нарушает их, способен жить и действовать в гармонии великой. Ведь каждое живое существо есть в творении великого Создателя. И в каждом из них живёт и развивается крупица сознания, которое предназначено стремиться к совершенству. Каждое существо здесь – лишь малая частица великого целого. Но у каждого есть своё назначение. Законы, заложенные в бытии и вселенной, функционируют в каждом существе и через каждое существо. Через его мысли, состояние души, включая эмоции. А также поступки. Но они также формируют будущую судьбу каждого такого существа, независимо от того, знает оно эти законы или нет. Осознанно вершит оно свою судьбу, или плывёт по течению реки жизни, не предпринимая никаких усилий и не задумываясь о том, для чего оно здесь и куда направляется его жизнь. Только человек может те законы осознанно использовать, сотворяя новую реальность бытия для себя и окружающего пространства. Даже неосознанно человек частично исполняет законы целого. При этом, если он производит дисгармонию, то она влияет и на его будущее, и на будущее других существ, и даже на всё мироздание. Пока душа мала и слаба, её такое влияние ничтожно. Но людские сообщества уже значимо влияют на будущее Земли. Человек имеет возможность избирать себе друзей, жизненные цели, свой путь по жизни. Может человек выбрать возможность побороть свои пороки и страсти, войти в гармонию с целом. А может плыть по течению порочных желаний и страстей. И тогда всё дальше от истины и света его уносят в водоворотах жизни. Многие лишь на виду у других людей стремятся избегать собственных дурных деяний. И когда они остаются наедине с собой, они полагают, что только им самим известны их мысли и поступки. Но это не так. Не тайна для душно воплощённых нашей жизни. Даже мысли наши им видны. И наши эмоции ими ощутимы. При этом низменные, грязные эмоции людские притягивают к тем людям те души, которые в себе созвучие с ними ощущают. И тогда грязные души человеком слабым с наслаждением управляют. А тем воплощённым, кто возвесильны, они готовы в услужении быть. Именно так маги чёрные и колдуны свои дела вершат. Но нам иное нужно. И потому необходимо восславить чистоту души. Когда я обучался у жрецов, я долго не мог постичь. Отчего то, что предо мной открывают боги, для них, моих земных учителей, закрыто? И мне и верят, когда боги великий принцип любви и чистоты души, который служит единственно возможным пропуском к великим знаниям и изначальной силе. В папирусах, которые кладут в Египте к телам умерших при погребении, есть утверждение, что стражи останавливают подлых и неискренних на пути к блаженной посмертной жизни. Жрецам известны те изречения древних. Известны легенды и о посмертном суде Осириса, который взвешивает души. Те из них, которых отягощают ложь, ненависть, преступные желания и деяния, не получают блаженства в загробном мире. Конечно, это только образ, который призван напоминать всем людям, что в их жизни имеет ценность, а что влечет души после смерти тел в ту тьму, где ненависть находит себе жертвы среди подобных себе. Там страх и жестокость учат тех, кто были жестоки и подлы при жизни на земле. Ведь к человеку всегда возвращается все то, что он дарует другим. Плоды деятельности человека, наносящие вред другим, несут в себе яд, отравляющий его судьбу на многие годы, а иногда и на многие воплощения. Творящие же и дарящие любовь в любви растут, любовью умножают добро, и целое после смерти тел их наделяет их жизнью в мире гармонии среди им подобных, и в новом воплощении также чисты их судьбы. Но жрецы Египта к себе не прилагали те изначальные устои чистоты души, которые лежат в основе гармонии целого и соответствуют законам жизни и мироздания. Они себя посчитали стоящими над всеми и всем и просчитались. Эта ошибка привела их в слепоте гордыни к падению. А чистота свое начало имеет с малого, с питания и чистого, исключающего убийства, с мыслей чистых, не содержащих зла по отношению к другим существам, которые живут в творении и развиваются согласно их собственным судьбам, с целей чистых, со стремлением помочь всем душам обрести путь к свету, а не со стремлением управлять другими, так как хочет свою личную волю. Мне нужно сказать тебе о любви, как о главном законе мироздания. Любовь соединяет все в творении с его творцом. Любовь является также все создающей силой целого. Тот, кто совпадает с гармонией целого, тот совершенствуется, растет душой в направлении чистоты, истины, любви, божественности. Тот же, кто творит зло, проявляет себя лишь как точильный брусок для огранки алмазов добродетелев других. Зло также это и есть лишь тень, которая позволяет лучше видеть свет. Тот человек, который не принял для себя нравственные законы, не может совершенствоваться осознанно. Он будет, подобно животному, развивать в себе какие-то качества, например, силу, ловкость, выносливость или другие, и не самые полезные. И только лишь впоследствии поймет такой человек, зачем все это было нужно или не нужно в его теперешней судьбе. Не раз ему придется воплощаться в новые тела, чтобы росли осознанность и способность уроки извлекать из всех своих побед и поражений. Те, кто, владея магией и силы большие накопив, пытаются воспользоваться божественной творческой силой во зло другим, и они обретают. И более того, они теряют доступ к ней навсегда в этом воплощении, а часто и на много жизней вперед, хоть сами они того не ведают. Участь их печальна. Творящие зло запускают процесс самоуничтожения. Это непреложный закон. Это касается как отдельных людей, так и целых стран или народов, даже целых цивилизаций. Все, что действует в противоречии со вселенским законом гармонии, несет в себе зародыш собственной гибели. Достигнутые на пути совершенствования легко утерять и даже не заметить этого, если происходит рост личного «я» в отрыве от понимания цель. Вот так утеряли главное жрецы Египта, а еще прежде жрецы Атлантиды. Это происходит тогда, когда теряет человек способность жить духовным сердцем и начинает принимать решения лишь индивидуальным умом личного «я». Ему может казаться, что боги одобряют его действия. Он слышит услужливые голоса, охотно подтверждающие и одобряющие каждую его мысль. А на тех, кому он должен был бы служить и помогать, достигшие ложные силы уже смотрят без любви. Люди для него как мусор. Теперь ты сам своей болью заплатил свои долги за готовность жертвовать другими жизнями и за желание распоряжаться судьбами других. Сейчас ты можешь начать жизнь в чистоте предбожественного сознания. Гомелькар слушал внимательно и многое из его богатого опыта общения со жрецами различных культов в Ливии, Египте и Финикии, которых он видел и знал не понаслышке, становилось ему понятным. Те тупики и те ограничения, которые вставали на пути его собственных исканий истины, нашли теперь ясное объяснение. Когда он почти расстался с телом в результате полученных ранений, ему было позволено увидеть, словно взглядом, наполненным божественным всеведением и справедливостью, порочные качества себя души, которые мешали дальнейшему движению к высшей цели. Он увидел со стороны себя все побуждения и свои мысли. С того дня Гомелькар принял для себя необходимость этически чистого питания, стремление к соблюдению чистоты также мыслей, эмоций и энергии тела. А Пифагор продолжал учить его, каждый день раскрывая перед ним все новые возможности совершенствования. «Музыка» Глава 4. Судьба. После истории с исцелением Гомелькара Пифагор стал почитаем за его искусство врачевателя. К нему стали обращаться за помощью знатные персы. Однажды один из персидских военачальников в окружении нескольких вооруженных воинов приблизился к месту, где на привале отдыхали плененные жрецы, среди которых оставались Пифагор и Гомелькар. Гомелькар с некоторой тревогой смотрел на происходящее, готовый вмешаться и встать на защиту, когда воины окружили Пифагор. — Не волнуйся, мне не угрожает опасность, — успокоил его Пифагор. Рядом со знатным персом, который пришел к Пифагору, стоял один из его рабов и держал клетку с соколом. Перс заговорил. — Вот посмотри, Грек, я подстрелил этого сокола давно и хотел надрессировать, чтобы он охотился для меня. Но раненое крыло так и не заживает. Говорят, ты великий целитель, так покажи свое искусство. Или вылечить птицу ты не можешь. Если его не исцелить, то придется поджарить его на вертеле, больше он ни на что не годится. Пифагор открыл клетку. — Поаккуратней, Грек, эта тварь больно клюет, впивается когтями и готова сбежать при любой возможности. — И тогда придется ловить по всей пустыне, — захохотал пес. Но сокол сам доверчиво перебрался на руку к Пифагору. Пифагор ласково погладил сокола и сказал ему что-то по-гречески. Несколько движений исцеляющей руки, и птица, уверенно расправив крылья, взмыл его в воздух. На фоне солнца в небе парил исцеленный сокол, словно благодаря своего избавителя. — Что ты наделал? Зачем ты отпустил его? Не стоит причинять зло никому. Любая жизнь священна. В Египте сокол гор — символ божества, управляющего жизнями и судьбами всех существ. Считай великой удачей это освобождение маленького крылатого жителя пустыни. Невольное спасение жизни этой птицы может улучшить твою судьбу. — В следующем сражении ты должен был бы быть тяжелоранен и до конца своих дней томиться в плену. Но у тебя теперь есть возможность избежать этой участи. — Ты просил меня исцелить птицу, я это сделал. Более того, я уже почти избавил тебя от плачевной участи раба. — Если ты поймешь меня теперь, то будешь лишь легко ранен в следующем сражении, но избежишь плена. — Ты можешь благодарить меня за спасение или проклинать за потерю сокола. Это будет твой выбор. И этот выбор тоже изменит твою жизнь. Состояние ненависти или благодарности, любые другие состояния и мысли человека, весьма значимо в формировании его судьбы в ближайшем и в далеком будущем. Пес был столь удивлен произошедшим, что злиться у него даже не возникло желание. — Ты можешь видеть будущее? Такая мелочь, как птица в клетке, способна повлиять на мою жизнь? И видеть будущее — это легко. Ведь люди создают свои судьбы прямо сейчас. И знающий законы, по которым все развивается, может просчитать возможности дальнейшего развития жизни человека столь же просто, как ты учитываешь свои золотые монеты, прибавляя добавленные или вычитая истраченные. Конечно, чтобы видеть судьбы, требуется хорошо знать прошлое каждой души. Но видящий не только тело, но и душу, легко распознает и ее прошлое, и ее свойства и возможности в настоящем. А значит, он легко предвидит и будущее. Сокол — это был своего рода знак, посланный божественной силой, который предупреждал тебя о грозящей тебе в виде. А ты тоже послан этой силой, чтобы растолковать мне этот знак. Видишь, твое понимание расширилось. Ты сам это сказал. Люди именуют божественную силу различными именами. Они поклоняются обычно неким символам этой силы, не понимая, кому конкретно они поклоняются. Они молят об исполнении их собственных желаний, об урожае, дожде, семейном счастье, любви, удаче, военной победе. Есть множество имен богов, которым служат в храмах разных стран. Народы различаются не только языками, но в каждом племени людском есть поиск способов соединить людей с той силой, которая всем управляет. Они ищут эту силу через некие образы, которых нарекают богами урожая, неба, огня, земли, солнца или различных людских свойств от любви до ненависти. А выгоду большую для себя от униженного поклонения тех людей имеют лишь посредники-жрецы. Так происходит сейчас почти везде на Земле. Но из-за того, что изначальное божественное сознание именует разными именами, его сила не изменяется. И из-за того, что люди поклоняются вымышленным богам, божественная сила не перестает проявлять свои законы. Пифагор говорил сейчас не только для Перса. Он понимал, что для Камелькара то, что он говорит, намного более понятно и необходимо. Но события и обстоятельства позволили этому Персу тоже услышать то, что нужно более всего знать Камелькар. И другие люди, слышащие эту беседу, тоже могут извечить сего немного пользы. Пифагор продолжал. Остаются неизменными законы, по которым существует все в мироздании. Принцип гармонии и любви лежит в основе всего. Если человек не нарушает законы гармонии, справедливости и доброты, то скоро он сможет распознавать, как божественная сила управляет судьбами и событиями. «Что-то не видно в мире того, что называешь ты гармонией и справедливостью», насмешиво произнес Перс. «Мы завоевали полмира, и ты хочешь, чтобы победители не пользовались плодами своих побед?» Вы, победители, неизбежно получите плоды. Но только совсем не так они сладкие и прекрасные будут, как кажется тебе сейчас. Я предупредил тебя, потому что ты умен и мог бы постичь то, о чем я говорю. «Что делать мне теперь, по-твоему, чтобы избежать несчастья?» Понять то, главное, что я тебе хочу сказать. Земная жизнь в теле не вечна. Богатство и власть земные неизбежно закончатся вместе с жизнью тела. Все накопленное земное богатство может быть в одночасье потеряно человеком. Сама жизнь в теле может быть в любой момент прервана. И наступает то, что люди именуют смертью. Неведомый посмертный мир страшит несветущих людей. И потому придуманы и жертвы, и прочие ритуалы, чтобы угасить сей страх, чтоб якобы умело стевить богов. Но ритуалы, обряды ничего не меняют. А жертвы кровавые лишь усугубляют тьму, в которую могут попасть души. Не станет прекрасной подсмертная жизнь, если вслед за погибшим будут убиты и захоронены вместе с ним его жены, кони, слуги и роскошные золотые предметы. То, что заслужено самим человеком, то неизбежно встретит его по ту сторону с его порога расставания с телом. Лишь деяниями добра и справедливости человек улучшает свою судьбу. Лишь не проявляя гнев, ненависть, насилие, человек избавляет себя от этого в посмертной жизни. Посмертное существование не тяготит того, кто в добрых эмоциях всю жизнь свою земную прожил. Чем я могу отблагодарить тебя, мудрец, за твой урок? Во-первых, его принятием. А целый караван рабов и ценностей, которые я обязан охранять. Не в этом ли причина того, что в будущем могу я стать пленником? Ты прав в этом тоже. Но есть в тех обстоятельствах, в которых ты ныне живешь, зависящие от тебя. И также то, что ты не в силах изменить. Что касается данной ситуации, ты можешь прекратить насилие и жестокость над пленниками, которые в подчинении твоем. Это ведь в твоей власти. И еще хотел бы я иметь возможность свободно передвигаться в пределах лагеря и оказывать целительскую помощь плененным людям. А также научить этому искусству всего моего ученика. Что ж, грек, попробую спросить для тебя это разрешение. Перс удалился в сопровождении его охраны, которая почти ничего не поняла из всего разговора, но зато потом рассказывала всем, как греческий жрец разговаривал с птицей по птиче, исцелил ее и отпустил. Гомелькар и Пифагор продолжили разговор. Гомелькар спросил. «Всю жизнь я наблюдал, как сильные берут верх над слабыми и добывают этим себе благополучие. Значит, сила все же необходима в жизни и приносит успех». Тогда, когда сила человека направлена к благим целям, она успешно помогает приближаться к совершенству. Но если нет… Да, в жизни часто вверх берут те, кто сильнее над теми, кто слабее. Это подобно тому, как хищники побеждают свои жертвы. Но если насилие льва над его добычей естественно для его природы звери, то насилие одних людей над другими делает первых намного хуже хищных животных. Ведь лев не в гневе убивает жертву, а лишь для пищи, которая ему позволит выжить. Человечество уже пало столь низко, что люди убивают других ради завладения богатствами и для мнимой власти над земными просторами, которые не могут принадлежать царям, как бы ни кичились они своей волею над завоеванными землями. Да, тот, кто целеустремлен и обладает силой, тот может одерживать победы над слабыми. И кажется, будто попутный ветер судьбы несет его от одного достижения к другому. Но если цели человека и в мире тьмы, то те успехи мнимы. Они лишь усугубляют тяжесть и боль, что он получит как награду. Такие победы иногда хуже, чем поражения для будущей судьбы. Немало страшных и опустошительных войн еще должно случиться на земле, чтобы люди поняли, как это прекрасно жить в мире. Жить в мире гармонии с самим собой, не имея внутренних разрушительных противоречий между мыслями, желаниями и эмоциями, обретя покой и целостность, это возможно для отдельного человека, какие бы обстоятельства его ни окружали. Но и все сообщество людское могло бы оценить преимущество жизни в гармоничном развитии общности людей, а не во вражде и насилии одних сообществ над другими. И нести знания об этом людям мы с тобою призваны. Вот сейчас, в разоренном Египте, который пришел к своему закату, ты можешь ясно видеть губительность насилия одной страны над другой, одного народа над другим. И царь Камбис, который сейчас посмел присвоить титул фараона, очень скоро получит то, что завоевывал всю свою жизнь, весьма бесславную кончину и страшное посмертное существование, где он, в частности, будет видеть все свои ошибки. А слово «фараон» ведь означает «дом Бога». И этот титул достойно может носить лишь тот, кто в себе соединил божественное триединство. Соединился с бесконечной силой единого Творца в его Вселенском доме. Стал проявлением его творящего огня. Тело свое сделал инструментом для проявления божественного духа, единой воли целого. Камбис умрет скоро отнюдь не героической смертью, причем так и не успев насладиться награбленными богатствами и властью над огромными покоренными территориями. И такая судьба постигает всех тиранов и захватчиков, которые, ослепленные жаждой власти, считают, что смогут получить удовлетворение от владения богатствами, которые они не создавали, и властью над странами, которые они покорили. Их огромные империи всегда начинают разваливаться изнутри, словно загнившие в сердцевине деревья. И потом достаточно порыва ветра, чтобы такое дерево упало. Так гибнет и стареющее тело человека, который не сумел создать в себе мир и гармонию. Так гибнут и страны, и даже целые цивилизации. И ведь те люди, которые идут под водительством тиранов в походы военные, они тоже мечтают владеть теми вещами, которые они захватят, и теми людьми, которых сделают рабами. Сколь же сильно видно это разложение в душах захватчиков, когда после пожарищей войны мы наблюдаем несчастных, которые всего лишились, чем владели, и теперь влекомы в качестве рабов чужих земель. И затем гибнут империи и их правители, которые властвовать хотели, игнорируя законы гармонии целого. Как важно понять, что каждый человек в реальности владеет лишь тем, что он собой являет. Однажды боги мне сказали, «Все то, что на самом деле является твоим, ты можешь взять с собой при смерти тела. Все остальное тебе не принадлежит. Обладание всем остальным – иллюзия. Только опыт, который впитала душа, только любовь, чистота и мудрость, которыми душа стала, на самом деле представляют ценность. И это неотъемлемое богатство, которое сберегается и накапливается из жизни в жизнь. Это те качества, которые должны превратиться в божественные свойства. И тогда душа становится огнем любви, и получает право на слияние с творящей силой целого. Глава пятая. Свобода. Пифагор стал для Гомелькара отцом, учителем, другом. Никогда прежде в жизни Гомелькара не было такого. Он рос без отца и почти не помнил свою мать. Она была из знатного финикийского рода. В юности она влюбилась в нубийского принца, который стал отцом Гомелькара. Но та взаимность была недолгой. Они были разлучены волей их родителей. Мать Гомелькара выдали замуж за знатного и богатого человека. Она прожила вслед за этим совсем недолго. После ее кончины отчим отдал ребенка на воспитание в храм. С той поры Гомелькар всегда был один сам за себя, никогда никому не доверяя. Он хотел лишь свободы и силы. Он хотел быть независимым. Он мечтал даже о том, чтобы стать верховным жрецом, ибо ему казалось, что так он обретет свободу от подавления другими людьми. Он мечтал о силе, которая сделает его неуязвимым. Он не просто мечтал. Он обретал силу тела и души, учась у всех тех, кого посылала ему жизнь в качестве наставников. Властные и жестокие люди не научили его, однако, быть жестоким. Он закрывался от всех таких, стремясь лишь получать действительно ценные умения и знания. Он также изучал обряды, которые якобы должны были обеспечить покровительство богов. И наблюдал за тем, как это обогащает материальным благополучием жрецов и вовсе не помогает остальным. Он искал того бога, который истинен. Он обучался для этого во многих храмах. Но теперь... Пифагор и Гомелькар словно жили в ином мире, мире света и любви, а совсем не в том, где были пленниками их тела. Учитель и ученик нашли друг друга. Знания Пифагора во всем потрясали Гомелькара. Но более всего его удивляли мягкая нежность и забота Пифагора по отношению ко всем, кто его окружали. Искренний любовь и удивительный покой словно заполняли все пространство вокруг. Эти состояния он создавал и проявлял с собой душой. Пифагор каждый день раскрывал перед своим учеником новые горизонты. «Ты хотел обрести свободу, Гомелькар? Да, но сейчас я уже ощущаю себя более свободным, чем когда-либо. Я все время рвался куда-то, искал. А сейчас словно вижу вход в ту бесконечность свободы, в которой живешь ты. Осталось только войти в нее». Думал ли ты прежде о том, что есть истинная свобода? В чем она заключается? Стремление к свободе долго ведет человека из одного рабства в другие рабства. Он может, к примеру, сменить свою связанность нищетой на рабство от владения богатствами, рабство у роскоши. Или он меняет свое положение пленника, вынужденного исполнять приказы других, на плена нового рода, заключающийся в собственной возможности властвовать и повелевать. Медленно растет в душе способность к свободе истины. Люди в большинстве своем не готовы к свободе. Посмотри, они сами хотят, чтобы им говорили, как им поступать, что делать. Они обычно подчиняются власти над собой, но при этом ненавидят и осуждают тех, кто ими управляет. Насилие тиранов заслуживает сопротивления и противодействия. Но иногда, ведущие к прогрессу начинания правителей, встречают протест толпы, возмущенной насилием над их свободной волей. При этом, проклиная и осуждая правителей, толпа все же подчиняется. А стоит оставить таких людей без водительства, и они погрязают в вене и других пороках. Увидь, что вседозволенность это вовсе не свобода, а праздности безделия разлагают души. Такое поведение это удел малых и слабых душ. Но именно из них в большинстве своем состоят народы. Те люди, словно дети, которые должны повзрослеть и стать сильнее, добрее, разумнее. Но такое взросление происходит небыстро. Много воплощений на это требуется. Однако есть повзрослевшие во многих успешных воплощениях души, силы и разум которых превосходят намного среднее большинство. Они могут стремиться к независимости и размаху в жизни своей, например, в руководстве другими людьми. И лучшие из таких душ, наиболее чистые и исполненные любовью, способны к великим деяниям добра и к возвышенному творчеству для других. Так проявляют себе великие подвижники, например, поэты, мудрецы. Именно зрелые души начинают с молодых лет задумываться о назначении жизни своей и ищут свободу истинную. Да, свобода для души возможна, хотя не быстро созревает способность стать свободными. Душа может быть пленницей собственных эмоций и поступков, имеющих корни в дурных качествах, и потому необходимо нравственное очищение и преображение. А еще обычно своими желаниями души крепко привязаны к земному материальному плану, и лишь очень постепенно происходит их от этого освобождения. Каждая душа при воплощении в тело срастается с ним на разных уровнях тонкости. Еще в трубе матери начинается этот процесс. А родившись, человек неизбежно обучается взаимодействовать с плотными слоями мироздания при помощи тела. Другие люди и все окружающее материальное пространство побуждают развиваться в ребенке желанием и умением наиболее приближенным к плотным материальным слоям. Ребенок учится видеть, осязать и слышать телесными органами. Ими же он и ест, пьет, ходит, говорит. Он учится жить в лишь видимом телесными глазами мире. И его обычно совсем не учат взаимодействию с мирами тонкими и тончайшими, божественными. И тем более жизни у них. Так происходит как бы приращивание души к материальному плану. И эта привязанность не исчезает, а укрепляется с ростом и взрослением тела. Она может уменьшаться только лишь благодаря осознанным отстремлениям души. Душа может быть так связана земными мыслями, целями, эмоциями и желаниями, что становится подобными длительной черепахе, которая ползет по поверхности земли, не умея в силу естественной своей природы выпрямиться и затем оторваться от материального субстрата. Это обычно свойственно молодым душам. Они должны прожить еще не одно воплощение в телах человеческих, чтобы восхотеть свободы от мира и материи и обрести стремление к миру духовному, к свободе истины, к божественному свету. На следующей ступени может душа стремиться к высшей цели и иметь в земном лишь прочную опору. Тогда она подобна человеку, который гармонично шагает. Он ставит ноги поочередно на землю. Он отрывает первую ногу от земли, лишь тогда, когда другая уже на земле. Одна из его ступ все время в соединении с землей, пока другая ищет новую опору. Такая душа, двигаясь вперед, прочно опирается на земное и потому уже намного больше может познать и освоить в своем духовном развитии. Когда же сильно повзрослев и мудрости набрав в ряду воплощений, стремительно несется к царе истинной душа, отметая из своей жизни все лишнее и ненужное, тогда она подобна бегуну, который касается земли, лишь для того, чтобы ускорение тела придавать. Все материальное является для нее теперь лишь тем минимально необходимым для накопления сил и мудрости ради достижения главной цели. И скоро душа такая может научиться быть совершенно свободной от всего земного. Тогда подобно птице душа словно парит над плотным материальным планом, больше не нуждая в земных опорах для своего движения. И свобода познанная в единении с целом это великая победа. «И что, возможно, вовсе не зависеть от мира материального?» спросил Гомелькар. «Да, это возможно. Есть те, которые умеют даже повелевать материей и своего тела и всеми иными материальными объектами. Это могут те божественные сознания, кто соединились с силой и волей целого и обожествили свои тела, то есть сделали их бессмертными. Душа способна срастись с миром прозрачного покоя и божественного огня. Более того, и тело может быть преобразовано этими состояниями. Тогда сама материя становится духом и тело не узнает смерти, как говорил великий тот Атлант. Так проживали тысячелетия в бессмертных телах великие учителя людей Земли. Свободные и вездесущие, они на протяжении веков жили в телах, но не зависели от тела земных обстоятельств. Они вершили судьбы цивилизации по воле изначального сознания. Но не к бессмертию тела, а пока к полной свободе души, сейчас мы с тобой устремим свои усилия. Свобода бессмертной души, ее божественность, это для тебя сейчас первая значимая реальная цель. Вырастить из себя Бога человека – это неотъемлемое право души. Свобода от порабощенности плотью телесной и единения с божественным светом, достигнутой собственной волей души – это умение может обрести тот, кто стремится сделать это и готов к этому. Имея материальное тело, подвластно душе возрасти до Бога. И это реальность. Этот путь проделали многие, те, кого мы можем видеть и слышать в великом свете целого. Они – души, достигшие полноты божественности. Они представлены как бы единством множества, едином мы всех достигших. Они исходят из единства изначального целого и творящий огонь с собой несут. Их можно с полным основанием именовать богами, ибо они едины с изначальным божественным сознанием. Но перейдем к практическим шагам. Ты много знаешь и силен душой. Ты скоро обретешь свободу себя души от тела плотного, материального. И тот прозрачный покой познаешь, который становится доступным через покой мая безмолвие великое. Я могу показать тебе свободу истинную. Ты как душа уже лишь частично связан с телом. И скоро ты познаешь способность души жить полностью свободно от тела. При этом тело будет оставаться вполне живым и дееспособным. Ты уже обладаешь мощной, чистой и сильной энергией, как в теле, так и далеко за его пределами. Упражнения магии жрецов развили в тебе и волю и силу. И размеры тебя души уже весьма солидны. Но нам придется начать с самого начала, чтобы создать в тебе источник тончайшей нежности и любви. Только лишь это позволяет душе развиваться правильно. Грубая сила обязательно заведет в тупик на пути. Душа должна быть чиста, чтобы обучаться осознанно под руководством их богов всевластных. Скажи, ты думал, Гамилькар, о том, что тело, душа и свет божественный могут иметь главное соединение? Нет, не размышлял об этом. Меня учили, что мысль человека, его намерения и силы воли – основы магии. И все же есть место, где могут найти соединение человек и океан великой силы Бога, всему дающий жизнь. Это духовное сердце человека. Оно не в материи тела, не в органах, не в мозге, не в легких, не в сердце материальном или костях. Но этот центр первоначально имеет местоположение в грудной клетке, примерно там, где человек ощущает центр себя при дыхании. Именно поэтому в традициях некоторых духовных школ такое внимание уделяют дыхательным упражнение. В этом сердечном центре человек имеет возможность познать, что такое любовь. Для этого всей центр нужно научиться перемещаться. Почувствуй себя в этом сердечном центре. Здесь словно сфера прозрачная, которая может расширяться до беспредельности. Попробуй словно погрузить себя в эту сферу целиком, как в некий прозрачный шар, стенки которого могут растягиваться, расширяться движением твоих рук, рук души. Попробуй посмотреть на мир из этого центра. Гамилькар с некоторым усилием погрузился в пространство света внутри своей грудной клетки. Это пространство словно начало расширяться от движения его рук сознания и изменилось состояние души. Любовь и радость заполнили Гамилькар. Словно дверью мир света отворилось. Какое это было блаженство любить и ощущать что ты любим. Словно божественные мать и отец обнили приняли в свой мир. И словно упали оковы сдерживавшие любовь и нежность которые всегда были в нем но он не позволял им проявляться вовне. Пифагор продолжил пусть первым твоим шагом будет послать любовь из этого центра души всем душам что обитает мироздание. Направь такой поток вперед и посылай любовь блаженство нежность мир и покой. Ощути как силы высшие в согласии с тобой даруют эти светы негу подобно солнечному ветру который охватывает огромное пространство и струит свободно поток бескрайний свой всем существам земли. Прекрасно. Теперь направляйся и поток во все стороны поочередно влево назад вправо вверх и вниз. Ощущаешь что теперь ты соединился с божественным светом. Не каждый может сразу это сделать. Но исполнение ежедневного сего настроя посылов любви из этого центра души необходимо чтобы утончить душу и приучить себя быть любящим. Ты пришел в эту жизнь уже зная божественное состояние. Но в прошлом воплощении ты не успел постичь всего что необходимо чтобы удержаться в единении. Не хватило сил. И оттого ты в этой жизни стремился искал сам не понимая того что эта свобода влечет тебя. Гомелькар едва слышал слова Пифагора. Так велико было счастье от ощущения божественной любви. Вот оно то что он искал всю жизнь. Это блаженство от соединенности с божественным сознанием. Его оказывается надо было искать прямо внутри собственного духовного сердца. Вот как просто оказывается распахнуть дверь в свободу истину. Если бы остаться в этом слиянии навсегда. Но вскоре Гомелькар потерял это ощущение. Пифагор утешил его. Не за один раз упрочняются новые состояния души, даже если они были познаны прежде. Тем же, кто впервые вступает на эту ступень, может помочь осваивать жизнь духовным сердцем, умение ощущать в грудной клетке свое лицо, включая глаза, губы. Можно смотреть на мир из духовного сердца или же поворачивать взгляд сознания назад. И тогда просторы божественного света будут рядом сразу за спиной тела. Когда душа вступает во взаимодействии с божественным светом и гармонией вселенной, новая жизнь наступает для такого человека. Никому не может повредить это умение жить духовным сердцем. И это простое начальное упражнение поможет также твоим будущим ученикам. Ученикам? Да, освоив то, чему могу тебя и научить, ты должен будешь дарить полученные знания другим людям. Это та задача, которую мы с тобой должны исполнить на земле. И ведь сколь просто сделать этот первый шаг на духовном пути. Каждому, кто стремится к добродетели и принял в жизнь свое истинное нравственное устое, необходимо его совершить. А затем следует освоить умение управлять своими эмоциями. если только пожелаю людям узнать, сколь это истина проста, чиста и значима. Любовь и сила Бога во Вселенной. Любовь это единственно возможный прямой путь постижения Божественного и слияния с творящей силой Бога. Божественного Глава шестая Кресница или об умении властвовать собой В один из дней отдыха персы устроили состязание на трофейных колесницах. Крики, улюлюканье, свист, буря эмоций. Пифагор предложил Гомелькару понаблюдать за теми людьми, которые состязались и теми, которые выигрывали или проигрывали, лишь ставя деньги на победителя. Смотри, как легко люди обуреваются страстями, как легко они приходят в ликование от выигрыша или предаются гневу и скорби от проигрыша. Бурное море их неконтролируемых эмоций делает их жизни хрупкими скорлупками в бурном океане страстей и страданий. Взретые падения в их жизни сменяют друг друга, словно лодочка взаитает на гребень волны и затем вновь падает в пучину межбурными волнами. В любой момент может произойти ее разрушение. И дальше Пифагор спокойно рассказывал Гомелькару о том, что энергии, эмоции, сознание и души должны содержаться под волевым контролем. Подобно тому, как колесница управляема возничим, так и человек должен держать под контролем свои состояния сознания. И тогда он не будет подобен хрупкой лодке в океане, но сможет уверенно направлять свою жизнь к цели. Для того, чтобы управлять эмоциями, недостаточно лишь захотеть их контролировать. Для владения эмоциями нужно владеть определенными центрами внутри своего тела. Словно флейта, которая звучит в согласии с тем, что хочет выразить играющий на ней, или лиры, струны, которые настроены и подчинены воле музицирующего, так и те структуры должны стать послушными инструментами, управляемыми волей человека. Вот смотри, теперь разгул страстей толпы почти не управляем. Эти люди подчинены своим эмоциям и потеряли контроль над собой. Они теперь стали сами пленниками эмоций. Их охватывают всецело ликование от выигрыша или досада от поражения. Даже те, кто сами не принимают участие в состязании, а лишь ставят залоги и выиграют или проиграют золото и драгоценности, подверженные этим эмоциям и стали их рабами. Но человек в состоянии научиться управлять своими состояниями. Эти центры, о которых я говорю, индийцы называют чакрами. Давай и мы с тобой тоже будем использовать это слово для обозначения всех центров в теле человека. Чакры подобным полостям, по которым перемещается и в которых концентрируется энергия. Причем у большинства людей это происходит бесконтрольно, самопроизвольно. Тех центров семь, анахата, из которой должно начать развитие духовное сердце, один из них, находящийся как раз посередине. Это истинное обиталище для души на начальных ступенях духовного роста. В это время лошади одной из колесниц вышли из подчинения незнакомому им вознице. Испуганные ревом толпы они рванули прочь. Резкий поворот с рывком сбросил с колесницы того, кто не чувствовал тех лошадей и потому не мог с ними управиться. Шестерка обезумевших животных с колесницей мчалась насидевших на земле в отдалении пленников. Среди них были женщины, дети. Вот-вот окажется передоптанным и искалеченным множество людей. Гамилькар увидел и оценил ситуацию в одно мгновение, прикинул расстояние. Пифагор уверенно произнес, «Ты сможешь, останови их». Тело гиганта словно поймало волну великой силы. Он бросился на перерез несущейся коресницы, точно рассчитав место, где может ее перехватить. И пленники, и воины, замерев, наблюдали за происходящим. Гамилькар успел. Он ухватил поводья и сумел остановить лошадей. Невероятная сила финикийца потрясла всех. Он уверенно сдерживая лошадей, повел их шагом. Затем спокойно и ласково огладил каждую лошадь, возвращая ему веренность в человеке, который будет ими править. Он поднялся на коресницу и медленно поехал вдоль толпы пленников, вдоль персидского лагеря. Его провожали восхищенные взгляды и приветственные воскресания. Он подъехал к состязавшимся, остановил лошадей и сошел с коресницы. Ни у кого не осталось сомнений в том, кто был в этот день победителем. Остановив колесницу, Гомелькар удал побуду одному из воинов и направился к той части лагеря, где его ждал Пифагор. Они продолжили беседу. Прекрасно, Гомелькар. Вот именно так может жить человек, не рекуя от побед и не огорчаясь поражением. Ты победитель сегодня, и хоть ты не получил материального приза в состязаниях, но награда от великих ждет тебя. Ты правильно переместил себя сознание в нужные чакры, и сила в твоем теле многократно возросла. Так ты сделал то, что даже тебе самому прежде показалось бы невозможным. И это случилось потому, что сила всеобщая добавила свою энергию в твоё действие. Чтобы всегда душа могла ощущать и проявлять сквозь тело Божественную волю, нужно овладеть знаниями по управлению собой с помощью чакр. Для того, чтобы овладеть пространство внутри них должно быть очищено, расширено и соединено с тем светом наитончайшим, который ты уже умеешь видеть душой. Также надо научиться перемещаться, как по многоэтажной башне, по этажам этих энергетических центров. И каждую чакру нужно наполнить чистым белым светом. Также следует расширить границы чакр, словно в бесконечность расталкивая стены комнат. Ощути, как каждая из чакр, если ты вошел в нее концентрация себя, вводит все сознание во вполне определенное состояние. В результате такой проделанной работы ты сможешь произвольно перемещаться по этим центрам и делать более активными те или иные нужные состояния из себя души, а нежелательные вовсе гасить. И пусть лишь божественные состояния отныне заполняют простор внутри твоих чакр и всего тел. Гамилькар начал расталкивать границы чакр и перемещаться по образуемым ими как бы этажам. Через некоторое время пространство внутри всех чакр соединилось вертикальным восходящим потоком прозрачного живого света. Этим источающим негую силу потоком были сметены границы чакр. Фонтан света и силы застроился сквозь тело и заполнил пространство вокруг. Тело Гамилькара словно воспарило в потоке. Ну что ж, неплохо. Ты сразу освоил соединение всех чакр с редином меридиана. И ты легко сделал это на очень высоком уровне утонченности. Но нужно будет уделить данному приему особое внимание при обучении других. Совсем не все смогут делать это столь же легко, как это смог ты. Глава 7 Внутреннее безмолвие Теперь Гамилькар встречал каждое утро с радостным предвкушением общения с живым божественным светом. Любовь теперь естественным образом изливалась из сердца духовного ко всем существам. Та любовь, которую он мог теперь дарить всем вокруг и ответная любовь словно узнанных им наконец божественных отца и матери окружали его, встречали и погружали в новую жизнь в свете. Его обучение у Пифагора продолжалось. Тебе теперь необходимо освоить умение общаться в этом свете с конкретными божественными душами. Так можно будет научиться воспринимать те знания, которыми всегда готовы делиться с нами познавшие намного больше. Чтобы воспринимать божественные мысли, следует очистить и успокоить свой ум. А для этого надо научиться внутреннему безмолвию. Только через это можно в мирах тончайших стать самому тем светом, той любовью и той прозрачной тишиной, которые ты теперь познаешь. Великое божественное сознание открывает свои тайны только тому, кто научился слушать, постигнув молчание собственного ума. И это возможно, не иметь своих мыслей, совсем не думать. Впрочем, когда я увидел тебя впервые, мне показалось, что ты словно несешь с собой тишину, некий особенный покой. Как это у тебя получается? Для начала погрузись в пространство духовного сердца. Познай на личном опыте, что можешь продолжать слушать меня, не переходя концентрации в телесную голову. Ты можешь слушать сознанием, погруженного в духовное сердце. Хотя пока тебе при этом и будут помогать уши материального тела, но в будущем ты сумеешь слушать меня, даже тогда, когда наши тела будут разделять море. Но это позже. А теперь внимай и делай. И так нужно покинуть три верхние чакры, где привычно мыслит и оценивает событие ум. Он присущ той части тебя души, которая живет, будучи скрепленной с материальным телом. Перемещай же осознание себя в сердечный центр, что ты уже умеешь. Ты попадаешь в пространство, где нет несущегося потока неугомонных мыслей. Именно так, столь просто, мы можем заставить умолчать. Но для слияния с божественным сознанием и для восприятия знаний от божественных душ, необходимо также постоянно сохранять присущий им уровень утонченности. Не может грубое проникнуть в тонкое и стать с ним одним целым. Воздух, наполненный пылью, непригоден для дыхания. Вода, смешанная с грязью, непригодна для питья. Также не очищенная от грубых включений низвенных состояний, душа не способна к чистому восприятию предельно утонченного божественного. Повторю, грубое не в состоянии войти в слияние с тонким. Только именно привыкнув к их утонченности, можно научиться единению с ними. Помни об этом всегда. А внутренняя тишина помогает это познавать. Люди создают звуки. Природа тоже наполнена звучанием. Множество звуков касается и сейчас нашего слуха. Шум, производимый человеческими телами, копытами лошадей, скрип повозок, дальние звуки морских волн, накатывающихся на берег. А божественное сознание в его обиталище – обладатель абсолютной тишины. Чтобы это познать, нужно начать слушать призрачную тишину, полностью очищенную и расширенную духовным сердцем. Пусть твоя любовь охватывает пространство все дальше и дальше. Так ты познаешь прозрачный покой божественного бытия, пребывающий подо всем. В этом состоянии можно внимать изначальному, а затем и раствориться в нем. Первая ступень такого соединения – это познание состояния «не я». вот звук любой тобой произведенной. Он распространяется, словно круги на воде отброшенного камня, а расходятся все дальше и дальше. Его природа проявления, излучения собственного «я» из центра себя. А теперь восприми обратный процесс. Теперь ты слушай. Насколько хватает тебя души, ты охватил духовным сердцем просторы над пустыней и в глубине планеты и далеко за ее пределами. И ты вынимаешь всему, что происходит везде, там, а сам недвижим прозрачен, словно пуст внутри. Тебя прежнего, который был в центре, почти нет. Ты растворен во всем остальном существующем. У души есть руки, погружайся с их помощью все глубже, словно в глубины океана. Там живая тишина глубин, поглощая тебя со всех сторон и наполняя собой. Великий океан тишины и силы заполнил собой все вокруг и проник также в тело Гомелькара. Гомелькар или мог ощущать себя всем океаном, или парил его толще. Если сейчас не станет тело, что изменится? Я как океан ведь не перестану существовать. Но все же это состояние не удавалось удерживать долго. Пифагор продолжил объяснение. Ты должен изучить это состояние очень хорошо, ибо великая тишина и саморастворенность в ней позволяют очистить душу от всех примесей неистины и воспринимать голос божественного. Голоса божественных учителей ясно слышны подвижнику, если он задал вопрос и погрузился в эту тишину. Он даже может видеть в свете лица тех великих, кто помощь ему готовы оказать. Чтобы это стало возможно, необходимо полностью очистить мышление от самости, включая картыни. А великие деяния становятся реализуемы, лишь когда мышление души соединяется с божественным мышлением. Тело тогда становится инструментом для проявления на плане материальном того, что требуется божественной воли. Глава восьмая Роща Ливанских Кедров В один из дней обо с пленниками остановился в Роща Ливанских Кедров. Это был восхищающий своей красотой оазис. О таком месте для отдыха никто не мог даже и мечтать на протяжении долгих дней изнудительного продвижения по каменистой и пыльной пустыне под палящими лучами полуденного солнца. Эти кедры увидели мир много столетий назад. Воздух среди них был прозрачен и насыщен особым ароматом разогретой смолой и хвой. Гомелькар и Пифагор смогли очень удачно устроиться в тени под огромным кедром, стоящим чуть в стороне от других деревьев. Он был выше и мощнее других. Возможно, он приходился родителям для многих деревьев, выросших по соседству. Гомелькар вспомнил детство. Такой же кедр рос в саду при храме, куда отчим отдал его на воспитание после смерти матери. Гомелькар тогда оказался решенным родительской любви. Он ощущал себя таким одиноким в мире. И тот кедр великан стал в ту пору для него главным другом. Только его любил тогда Гомелькар. И кедр тоже отвечал ему о своей удивительной любови. Гомелькар иногда часами просиживал этого дерева и рассказывал ему мысленно о своих бедах как лучшему другу. Покой кедра наполнял его, а его детские горести не казались уже такими непереносимыми. Сила величия и внутренние частоты дерева становились в такие часы как бы сутью его самого. Когда Гомелькар стал старше и научился многим приемам работы сознанием, которым его тогда обучали жрецы, он стал видеть огромное мягкое свечение, исходившее от кедра на большое расстояние. Этот свет, если с ним соединиться душой, помогал очиститься от негативных эмоций, прийти в состояние глубокого покоя. Гомелькар словно бы сам становился подобен огромному древу, уже многие столетия растущему в этом материальном мире. И нематериальная сила поднималась из глубины под стволу до каждой колочки. Покой и любовь исцелиали. Сейчас в позиции новых знаний, полученных от Пифагора, Гомелькар с радостью обнаружил, что мощь того чуда дерева не была вымыслом его детских фантазий. Великан кедру, ствола которого они сидели, обладал подобными же свойствами. С его помощью, если направить на него свою искреннюю любовь, можно было наполниться утонченным светом. Или можно было заполнить собой любовью все пространство, наполненное энергией кедра, и там, где располагалась крона, и там, где были корни, и далеко вокруг. Гомелькар рассказал Пифагору о том своем детском опыте. Пифагор же, как обычно, видел внутренним узором и ощущал всю полноту и тех детских переживаний Гомелькары, и то, что может дать такое общение со знанием с деревьями, обладающими утонченной силой, для будущих учеников. Прекрасно, Гомелькар, еще одно сокровище в копилку наших знаний ты добавил сегодня. Гомелькар изумелся тому, как Пифагор, будучи его учителем, так легко был сам готов учиться от своего ученика. Он думал о том, как мудрость Пифагора сочеталась с удивительной его скромностью, его величие вовсе не подавляло тех, кто были рядом. Пифагор произнес, энергетические оболочки окружают тела людей. Их можно видеть зрением души, если настроиться на такое восприятие. Подобные оболочки есть у всех воплощенных в тела существ. Их можно именовать коконами. Такой кокон света существует и вокруг этого кедра. Он может помогать работе с энергиями внутри вокруг наших тел. Я недавно объяснял тебе очищающие движения энергии по траектории, задействующей основные энергетические каналы наших тел. Эти перемещения энергии по каналам внутри позвоночника и передней стороне тела весьма благоприятствуют такому очищению. А здесь, рядом с этим деревом, очень удобно осуществлять такие движения по именно расширенному пространству вокруг тела. Такие упражнения просты в исполнении и очень эффективно очищают. Когда же все энергии внутри тела и кокона чисты, то душа уже легко может начать обучаться выходом за пределы тела и расти и расширяться во вселенских просторах, в ионах тонких и тончайших. Так от работы внутри энергоструктур тела можно совершить плавный переход к такому росту души, чтобы она стала несравненно превышающей размер человеческого тела. Гомелькар, ощущая с наслаждением свою силу сознания, сделал несколько оборотов световых энергий вокруг тела в пространстве на большом расстоянии. Это было весьма приятно. Пифагор продолжил. Сейчас ты исполнил сей прием как некое упражнение для очищения, и это весьма неплохо. Так многие болезни можно обечить или предупреждать, очищая энергию в тире и в коконе. А теперь попробуй вновь ощутить сей кедр, но как живо вдруге, так как когда-то прежде ты это делал в детстве. И тайна мироздания откроется шире перед тобой. Гомелькар стыдился своего вдруг возникшего отношения к кедру как всего лишь к возможности освоить очередное упражнение. Он отметил для себя то, как ощущение собственных успехов провоцирует нарост высокомерия и ощущение себя более значимым, чем все вокруг. Он вновь соединился сознанием с кедром. Но теперь наполненное эмоцией любви и слияния произошло на более тонком уровне и вызвало состояние блаженства. Гомелькар невольно погрузился глубже в свет божественного сознания. Через некоторое время Пифагор продолжил. Ощущение взаимосвязанности всего, что существует, очень важно. Единый божественный организм растет развивается во всей Вселенной, включая нашу планету. Если это понимание станет присущим людям, то знание взаимосвязанности и ценности всего живущего, включая каждое большое или малое существо, поможет создать основу для нравственных мировосприятия и собственного образа жизни. Думаю, что в нашей будущей школе следовало бы иметь такие деревья. Они помогут очень многим душам подрастать в количественном отношении и учиться очищению и покою. Ты запоминай такие приемы духовной работы для будущих твоих учеников. Гамилькар вновь и вновь поражался широте охвата, которое было присуще восприятию Пифагором всего, что с ними происходило, всего нового, что открывалось. Он обратил также внимание, что Пифагор всегда выстраивал все новые приемы в гармоничную последовательность, формируя таким образом проект деятельности будущей школы. Иногда Гамилькар указалось, что эта школа Пифагора уже существует. Столь ярко и вдохновенно рассказывал ему Пифагор о своем замысле. Глава девятая. Проект будущей школы. Гамилькар был вдохновлен идеями Пифагора о создании школы искусства и науки для воспитания душ. Нередко они обсуждали новые приемы обучения и принципы устройства в этом их проекте. Однажды Пифагор произнес «Да, мы должны сейчас формировать тот образ новой школы, которая в будущем сможет стать реальностью. Чтобы это произошло, план должен быть продуман до мелких деталей. Проект должен быть безукоризненно прекрасен, чтобы все совершенные, то есть достигшие божественности души, позволили нам его осуществить и помогли всей образ вдохнуть силу, которая является бытие божественной замыслы. Тогда нам легко будет осуществить все и на материальном плане. Полагаю, что начальные ступени совершенствования душ, включая нравственные законы гармонии, должны быть открыты и ясны для всех людей. Высшие же приемы совершенствования пусть будут сокрыты для них до времени. Подобно тому, как горные вершины в заоблачной выси открываются лишь тем, кто возобрались уже достаточно высоко, так и высшие методы развития объективно нужны лишь тем, кто не только устремились к единению с изначальным, но и уже прошли сами значительную часть духовного пути. Но о самой возможности преображения человека в божественную душу должны знать все люди. Мы могли бы начать воспитывать людей свободными и прекрасными. Это были бы те, для которых работа есть творчество души. И будет радость в этих душах от собственного духовного восхождения, от помощи спутникам на пути, а также от созидания для всех людей красоты, гармонии и порядка. В процессе обретения такой свободы души будут сами очищаться и к свету приближаться. А также другим людям служить примером. Да, это не очень быстро будет происходить, но такое возможно. Нравственная же чистота должна стать отправной точкой, началом такого преображения для душ. Нужно растить новые поколения людей, способных быть свободными, любящими, сильными. Достойные свободы. Именно сами себя такими должны создавать. Но мы могли бы помогать им в этом. Такая работа нам поручена теми, кто посвящает душу в свет святой. В результате со временем лидерами в обществе людском смогли бы становиться те, кто подражание и восхищение достойны. Они должны быть нравственно чисты и красивы. Они должны вести народа к гармонии миру. Своим бескорыстным служением людям они изменят многое. Это опасно, когда стремление обогатиться за счет других или насладиться свободой повелевать, овладевают правителями земными. Власть несет им наслаждение, а люди становятся их жертвами. Принципиально важно очищение ума от всех порочных мыслей и желаний. Нравственная чистота это единственно правильное начало пути. Увидь, сколь опасным становится большое сознание, управляемое малым и грязным умишком. И сколько бед способен натворить такой человек, ощущающий себя великим. Именно так в мир приходят тираны. Это должно привести тебе кумелькары к пониманию того, что развитие силы души никогда не должно опережать рост в человеке любви и мудрости. Всегда в гармонии должны быть ум и сила под предводительством любви. Гамилькар спросил, сколько людей здесь слышало твои речи, но ведь никто из них не выжелал учиться у тебя по-настоящему. Они вполне удовлетворяются лишь отдельными твоими советами. Почему столь многие люди совсем не хотят учиться? Потребность в знаниях, а тем более в духовных знаниях, созревает в человеке постепенно. Посмотри, ведь голод учит добывать пищу. Сексуальное влечение и рождение потомства учит любви и заботе. Это можно наблюдать и у людей и у животных. Все вначале учатся, лишь подчиняясь страстям или жизненным необходимостям. Лишь у некоторых людей постепенно, со временем, может развиться тяга к постижению духовных знаний, влечении к мудрости. Только с появлением вполне осознаваемой потребности познавать главное в жизни и научиться по-настоящему любить, начинается серьезный рост души. Поэтому потребность знать и любить следует поощрять в людях. Причем каждая твоя мысль должна проникать в сердце духовное слушающего. Тогда у такого человека тоже может заполниться пониманием. Мудрость души растет не иначе, как если она питаема не только знаниями, но и любовью. Души очень медленно продвигаются к совершенству. Преобразовывать и изменять себя, искореняя дурные свойства и взращивая новые умения и состояния себя души не просто, даже если начать к этому стремиться. Причем помогать другим нам следует осторожно, чтобы не превысить возможности каждой конкретной души. Это очень важно, чтобы под грузом новых знаний не сломался слабый еще человек от несоответствия того, что он хотел бы совершить и того, что он может пока в реальности. И еще нужно стараться, чтобы видел он в своих наставниках те идеалы, к которым он стремится. И чтобы людей, постигших истину, являющих собой божественны, он тоже мог бы воспринимать. Также, чтобы среди своих друзей и спутников имел бы он примеры чистоты стремлений и волю к достижению успеха в духовной жизни, а не только в жизни мирской, где ложные ценности и цели, мешают иногда увидеть и понять истинные задачи жизни человека. Поэтому желательно было бы создать сообщество из тех, кто к свету божественному стремились. Их взаимопомощь была бы опорой для тех, кто слабы еще, но к чистоте и мудрости тоже стремятся. Практические приемы работы над собой должны быть посильны для каждого. И также посильны пусть будут ограничения, чтобы в меру была нагрузка на пути души. Это как сад прекрасный из душ различных следует взращивать. Найдется место в том саду и слабым еще травинкам, и прекрасным розам, и мощным плодоносящим деревьям. Как садовник может и удобрить почву, и уберечь порой от холода, едва начавшие свои устремления ростки, и может обрезать сухие кривые ветви, выравнивая и направляя рост и конкретных растений так и наставник сможет мягко направлять развитие и рост душ. Но грязь, накопленная душой в себе в прошлом, и порочные реакции не могут быть убраны за один раз, просто от того, что душа захотела стать чистой. Нет, очищение души это большой труд. Как дитя взрослеет не за один год, так и молодая душа не быстро одаревает путь к единству с целым. Лишь весьма взрослые души, при мудром водительстве могут пройти последние ступени пути за одну жизнь. Но даже малые порции доброты и знаний полезно дарить молодым душам, тем, кто готов усвоить пока еще только самые первые уроки. Надо также учитывать, что молодые души восприимчивы и податливы. Более же сильные чаще сами хотят влиять на других. Дамилькар вспомнил многих сильных и способных начинающих искателей, которых встречал в своей жизни. И с сожалением отметил, что скорее всего ни один из них не пожелал бы стать учеником Пифагора. Он высказал эту мысль вслух. Да, много жрецов в разных храмах почитают себя знающими все и готовы лишь поучать других. И мало тех, кто, уже обладая некоторым заделом знаний, не возгордились и готовы сами продолжать учиться. Да, Гамилькар, и потому лишь очень немногим царесообразно дарить высшие методы. Важна в человеке также способность обобщать полученные знания и применять их на практике. На это тоже способны в настоящее время далеко не все. Поэтому в том числе столь мало существует вокруг нас тех, кто объективно готовы и могли бы учиться, и плюс к тому хотят этого и намерены искоренять свои пороки. А ведь без этого не должно быть допуска к высшему посвящению. Ты часто мог наблюдать, как глупый человек начинает высмеивать то, что находится за пределом его понимания. Поэтому никогда не стремись дарить то знание, к принятию которого человек еще не готов. И сам никогда не насмехайся и не презирай тех, кто еще не достигли твоего уровня познаний, ибо не способны они пока к этому. Взгляни на себя глазами всеведущих богов и увидь малость твоего собственного знания перед их мудростью. И тебе и мне не зазорно узнавать больше. Божественная мудрость беспредельна, безмерна. И она постоянно пополняется новыми находками и открытиями. Изначальное сознание есть единое мы, составленное великими совершенными. Оно живет вечно и при этом постоянно развивается. Так пусть и мы будем никогда не прекращающими процесс своего совершенствования. Есть такой закон отцовства материнства. Больше служит меньшим, своими мудростью любовью, заботой. Но надо постоянно помнить, что осознание собственной избранности для служения единому не должно быть поводом для гордости, ощущения достаточности своего уровня развития. Пусть напротив, каждый лидер увеличивает в себе свою ответственность за каждый свой поступок, за каждое сказанное слово. Нет никакого основания для осмотрения на души, которые младше свысока. Да, любить людей, не развивающихся еще в эволюционном отношении, непросто, тем более, что те люди отягощены многими пороками, низменными страстями. Но чтобы помогать человечеству, необходимо освоение любви, мудрой, всеохватной. Виде пороки и проблески света в душах, следует помогать прорастать в них лучшему. А это может делать лишь тот, кто научился любить божественной любовью. Немудрые правители земные, которые сейчас преобладают, воспринимают народ как лишь средство для удовлетворения своих личных целей. Они не понимают, что этим они катастрофически губят свои судьбы. Будь же наместником божественной воли здесь, на плане материальным, можно лишь освоив великую любовь к целому. А оно включает в себя также и всех растущих, развивающихся на этом фрагменте вселенского бытия, который мы именуем планетой Земля. Этому мы тоже могли бы учить и достойных того правителей земных, и тех юношей и девушек, которые ими могут стать в будущем, и, разумеется, всех иных, готовых к такой чевередей. Продолжение следует... Глава десятая о росте души Путь Эбоза с пленниками продолжался теперь вдоль берега моря. Мягкий ровный шерест волн легкого прибоя и свежесть морского воздуха наполняли радостью. Крики чаек словно подчеркивали простор над морем. Завораживались закаты и восходы солнца, величие и красота всей природы. Ранние утренние часы, когда почти все вокруг еще спали, Пифагор использовал для того, чтобы показать своему ученику новые приемы медитаций. Гамилькар душой теперь всегда ясно слышал Пифагора, объясняющего упражнения, хотя тот мог быть недвижим телом и не произносил слова вслух, когда так поступать было предпочтительней. Губы Пифагора не шевелились, лицо было веяно спокойным блаженством, но голос явственно звучал для Гамилькара. Например, такой простор способствует росту души, и это очень важно. Разрейся сердцем духовным над морской гладью. Осознай, сколь может быть огромна душа. Ты сейчас ведь не просто больше тела, но огромен. и стремись реально ощутить себя над всей поверхностью нашей планеты. И ощущай огромные руки души. А теперь уйди душой туда, где вдали словно соединяются небо и морская кладь. Опустись, словно нырни за край земли за горизонтом. Там можно познать один из выходов в бескрайность священного огня, подобного бесконечному по размерам солнцу. Через слияние с божественным сознанием в аспектах света, а затем и божественного огня, мы учимся быть сами божественными. Спустя некоторое время, когда камерикар освоился и укрепился в новых состояниях, Пифагор продолжил. За годы жизнью в теле человек обычно привыкает отождествлять себя с телом. Но мы души, а не тела. Мы живы и без тел. И мы можем жить вовсе не будучи привязанными к нашим телесным оболочкам. Посмертная же жизнь без тела, однако, для разных душ может быть весьма различна. Печаль научись тех, кто жили в ненависти или страхе, были пленниками своих корыстных желаний. Они оказываются жертвами ненависти более сильных, чем они сами злодеев. Совсем она и учесть тех, кто приучили себя к жизни в любви и свете в мирах тончайших. Как радостно таким душам осознавать свою свободу от материи вовне божественных света и огня. Представь, что у тебя уже нет тела, тебе некуда больше вернуться, и теперь ты не имеешь иного дома для души, кроме дома света и огня. Изучи это. Еще, чтобы растождествившись с телом не потерять возможность действовать, ты должен уже сейчас научиться использовать руки души. Тогда потом они будут нести силу целого туда, куда направить ее необходимо. Всевидящее ладони и пальцев таких рук. А форма сознания, подобная телу, только гигантская, для нас привычна и потому удобна также и в тончайших мирах. Именно из света себя души мы можем сформировать свой новый гигантский божественный облик. Попробуй. Как гора, состоящая из света, вздомающаяся над морским простором, ты можешь подняться из океана божественного света и сформируй также свое лицо, руки, торс. Облики света огромных размеров часто используются божественными душами для общения с воплощенными людьми, обладающими способностью видеть душой. Такой облик, способный действовать, очень перспективен как для будущей помощи без обладания материальным телом, воплощенным людям, так и для теперешних твоих усилий по освоению божественного бытия. Такое тело света станет впоследствии твоим вечным телом. Его размер возможно будет изменять, а светимость немного уплотнять, когда требуется общаться с воплощенными людьми. А ныне энергии, составляющие твое материальное тело, будут преображаться, обожествляясь, в то время, когда центру восприятия мироздания, ты будешь иметь в теле света. В нем реально жить и воспринимать миры тончайших. Для взаимоотношений же с плотным миром, ты будешь проявлять все необходимое сквозь свое материальное тело. Не за один день даже ты, который в прежних жизнях уже касался этих состояний, освоишь сказанное мной. Но если не упражняться, то легко утрачиваются и уже наработанные прежде умения. Поэтому надо трудиться, осваивая новое, до тех пор, пока оно не станет естественным свойством души. Глава одиннадцатая Танцовщица На пути каравана с пленниками оказался небольшой храм. Главная жрица вышла навстречу и просила военачальника несквернять святейща. Она была молода и стройна. Тело ее было смуглое и необычайно гибкое. Темнокарие глаза смотрели на воина без страха. Она поклонилась с достоинством. Здесь нет сокровищ, которые могли бы заинтересовать вас. Зато есть красотки вроде тебя. Вы можете заплатить выкуп иначе с издевательским хухотом в упоении своей властью произнес тот. Разве недостаточно вам рабынь, которые готовы услаждать ваши тела? Вы тоже можете пополнить их число, стоит мне только приказать. Вновь насмешливо произнес военачальник. Итак, красавица, всего лишь сегодняшняя ночь со мной, и твои жрица и храм твой станутся нетронутыми. Согласна? Нет, я лучше с диким зверем провела бы эту ночь. Ах так, тогда ловлю тебя на слое. Пусть это будет развлечением для всех. Ты согласна подарить свою любовь дикому зверю? Пусть так и будет. Ты будешь развлекать сегодня нас. И всем покажешь, как любить льва. Хоть ты поцеловать его сумеешь, и он тебя не разорвет на части. Клянусь богами, я повелю не причинять вреда тебе и храму твоему. Гамилькар и Пифагор, которые пользовались правом передвигаться по лагерю, чтобы лечить больных, оказались неподалеку и слышали этот разговор. Гамилькар спросил тихо по-гречески. Ты можешь вмешаться, чтобы помочь ей, Пифагор? Возможно, мы попробуем это сделать, но пока еще не время, а возможно, она справится и сама. Ты должен наконец понять, мой друг, что даже обладая силой, не должны мы по прихоти своей менять события и судьбы других людей. Так не имеем мы права исцелять болезни, пока преподносимой высшей силой уроки еще не понял человек. Именно поэтому мы обычно отвары трав целебных даем больным и одновременно понимание законов исцеления душ стремимся подарить, а вовсе не возвращаем полностью здоровье сразу всем заболевшим без разбора. Тем временем военачальник велел готовить все для представления, известие о зрелище развлечений облетело лагерь. Недавно воины поймали льва и посадили его в большую клетку, чтобы привести для пополнения зверинцев ой и лунь. Иногда они устраивали забавы, заставляя рабов сражаться с этим львом. Но сейчас в клетку к льву поместили молодую жрицу. Собравшиеся зрители с нетерпением ожидали, что будет дальше. Жестокость, обращенная в зверище, часто перестает казаться многим извращенным этически людям преступной. Насмешливые возгласы о том, что эта жрица предпочла дикого зверя для ночи любви вместо храброго воина и что теперь она поплатится за это. Раздавались то там, то тут. Посмотрим, как она разделит ложе с диким зверем, насмешливые выкрикивали некоторые. Молодая жрица, оказавшись в клетке, несколько раз ударила в ладони и начала танец. Выкрики в толпе зрителей смолкли. Казалось, что и лев тоже был заворожен ее движениями. Девушка гибко, свободно владея телом, совершала свой танец почти нисходя с места. Все были поглощены, наблюдая за каждым движением. Лев был тоже словно очарован и не проявлял агрессии. А танцовщица начала медленно приближаться к зверю. Пифагор подошел ближе и, встав рядом с клеткой, начал отбивать ладонями ритм. И в этом ритме все словно погрузилось в особое состояние прозрачного света. Никто не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лишь жрица все ускоряла движение гибкого и прекрасного тела, в танце приближаясь ко льву. Она на несколько мгновений охватила шею зверя руками и коснулась губами морды. И вновь ритмичные прекрасные движения продолжали завораживать зрителей. Так она повторила трижды, чтобы никто не усомнился в том, что она это исполнила. Пифагор открыл засов и вошел в клетку. Он положил руку на холку льва и вывел его наружу. На несколько мгновений они приблизились к тому военачальнику, который его дал приказ все это устроить. Тот не мог пошевелиться, чтобы выхватить оружие. Он сам на некоторое время ощутил себя беспомощным пред диким зверем. Затем Пифагор прошел через весь лагерь и указал льву направление. Иди домой, ты свободен. Лев неторопливо удалялся. Никто не осмелился помешать Пифагору. Только когда Пифагор вернулся, оцепенение зрителей и охраны стало проходить. Танцовщица поклонилась Пифагору. Приветствую тебя, мудрец, знающий божественный ритм вселенной. Военачальник, очнувшись, полностью выкрикнул. Что ты позволяешь себе, Крек? Если тебе позволили лечить больных, то это вовсе не повод распоряжаться здесь всем. Ты хочешь расстаться с жизнью? Пифагор произнес спокойно и мягко. Она ведь исполнила то, что ты хотел. Теперь ведь и храм, и его жрица под твоей защитой, защитой того, кто клялся богами, ведь это хорошо, когда дикие львы живут в пустыне, а люди ведут себя так, что им не стыдно перед богами. Да, я сдержу свое слово, неожиданно согласился перс. В тот вечер Гомелькар и Пифагор долго сидели у костра, когда уже весь лагерь погрузился в сон. Только стражники иногда перекликались в ночной темноте. Жрица подошла к костру неслышно ступая и низко поклонилась. Я хотела поблагодарить тебя за помощь, о великий. Меня зовут Пифагор, а это мой друг Камелькар. Присаживайся рядом, нам сегодня есть о чем поговорить. «Меня зовут Асенат, назвала своими жрица. Мы тоже благодарны тебе, Асенат. Искусство танца, которым ты владеешь в совершенстве, явило нам великую красоту тебя как души», произнес Пифагор. «Но отчего лев не проявлял агрессии? Это сделала ты, Асенат, или ты, Пифагор?» спросил Камелькар. «Твой учитель помог мне. Мне одной под силу было сделать это с любым диким зверем, но мне не достало бы силы, чтобы успокоить эту толпу людей, еще недостойных такого названия. «Все силы мироздания повинуются твоему учителю, единому с божествами». «Ты знаешь о природе своей силы, Асенат?» спросил Пифагор. «Силу даруют боги, да, ты права, но я хотел бы поведать вам о божественной энергии, которую могут именовать разными именами, но которые присущи каждому эволюционно развитому человеку». И Пифагор стал рассказывать об атмической энергии Кундарини, которая запасается на протяжении многих земных жизней, успешно развивающейся души, в специальной копилке. И она может быть затем использована человеком и в творчестве, и в продвижении по духовному пути. Вы оба пришли в нынешние воплощения уже весьма зрелыми душами. Запас этой энергии у каждого из вас огромен. И более того, неосознанно вы уже используете эту энергию. Данное обстоятельство позволило тебе, Сенат, научиться исполнять танцы так, что всех зрителей заливает твоя тончайшая сияющая кундарини. Ты же, Камилькар, благодаря этому запасенному потенциалу сумел сохранить чистоту и утонченность, несмотря на жестокость и энергетическую грубость некоторых жрецов, у которых ты учился прежде. А сейчас эта энергия позволяет тебе осваивать и исполнять многие медитации на уровне божественной утонченности. Затем Пифагор объяснил им, как можно осознанно работать с этим бесценным энергетическим сокровищем. В течение нескольких следующих дней в лагере был объявлен отдых, так как ждали прибытия еще одного обоза с ценностями, который должен был быть присоединен к каравану. Пифагор предложил Гамилькару, воспользовавшись этим временем, рассказать о Сенат все, что он узнал за время обучения. Пифагор сам лишь иногда добавлял несколько слов, с удовольствием наблюдая за своим учеником. «Когда принимает дар дар любви, которые нужны создателю, души, а когда душа окончательно созревает, она приносит в дар творцу себя. Вот плод достойной взращивания ваших жизней земных». Принятие и отдавание должны быть в гармонии между собой у каждой души, на каком бы уровне развития она ни находилась. Это позволяет происходить ее развитию. Принятие это, когда словно пустая чаша готова быть наполненной. Затем накопленное должно быть излито, даровано, отдано другим. Лишь тогда вновь может наполняться чаша душа и постигать новые высоты знаний и умений. Душа, которая не готова отдавать, не может быть наполнена новым знанием. Душа же, которая не готова принимать, отказывается от обретения того, что могла бы дарить другим в дальнейшем. Также следует принимать и посильное стремление к дарению от малых душ. Тот, кто не готов принимать любовь, благодарность от них, препятствует развитию в тех душах доброты. Но принятие благодарения от малых душ совсем не есть основание для того, чтобы самому возгордиться. Именно дарение любви постепенно делает волю человека, совпадающей с волей Бога. Глава двенадцатая Пирамида есть огонь изнутри Медитация Тота Атланта Скажи, Гомелькар, о чем ты думал, впервые увидев пирамиды? О том, как велики сила и мудрость тех, кто их воздвигли. Также о том, что эти качества я постичь желал бы. Прекрасно. Ты знаешь, что слово пирамида на языке моей страны звучит как огонь изнутри. Как ты думаешь, что за смысл вкладывали греки в это наименование? Некоторые ныне полагают, что внешнее сияние пирамид, которые отражали свет солнца, было причиной названия. Это наивно. Воистину же, само слово пирамида хранит тайну. Я сейчас говорю о медитации Тота Атланта пирамида. Эта медитация имеет несколько уровней исполнения. Обряды посвящения в эти таинства когда-то проводили во внутренних помещениях главной пирамиды Египта. Но то же самое может быть совершено и в нематериальной пирамиде, из света состоящей и воздвигнутой подвижником или божественным учителем из энергии развитой души. Итак, пирамида это храм для посвящения души. Образ пирамиды позволяет проникнуть во внутренние скрытые покои божественного сознания. Такая пирамида должна быть огромна. Когда сознание в форме пирамиды из света встает над поверхностью земли, то заполнив верхнюю часть этой формы можно погружаться по ней в глубины. Это необходимо совершать в божественной тонкости. Так можно расти душой до объемов, сопоставимых хотя бы с размерами нашей планеты. Более того, можно под основанием такой пирамиды познавать божественный соседающий огонь и растворяться в нем душой, ощущая его безбрежность. Очень многие такие заходы позволяют осуществлять успешный рост души. В результате бытие божественным огнем постепенно становится привычным. Этот огонь есть единое объединенное пламя душ, достигших высших миров. В великом единении трудятся они, мастера жизни. Этот огонь может быть поднят, и тогда он заполняет всю пирамиду изнутри. Он может быть привнесен в тело подвижника. Прочувствуй эту реальность. Душами мы можем становиться огромны, подобно пирамиде. Но ведь созданная в медитации пирамида лишь малой частью себя восходит над поверхностью земли. Но ведь созданная в медитации пирамида лишь малой частью себя восходит над поверхностью земли, а основная ее часть и фундамент в глубинах, в безбрежности творящего огня. Со временем ты сможешь познать божественный огонь и над планетой, а также тождественность того, что вверху и того, что внизу, исполнив медитацию, скрытую в символе кексограммы. Божественный тот атлант поможет тебе освоить это. Скажу еще, что форма пирамиды может быть заполняема не только огнем, но и прозрачным покоем. Это и есть два главных состояния изначального сознания. Теперь и во время ходьбы Гомелькар старался сохранять новые состояния, укрепляясь в них. Через несколько дней, когда почти все в лагере спали, произошло еще одно значимое событие. В тот вечер Пифагор и Гомелькар беседовали о том, какие боги разных народов реальны, а какие являются лишь вымыслом жрецов или персонажами сказок и мифов. Столь интересна была Гомелькару тема беседы, что его вопросы никак не заканчивались. И вот Гомелькар спросил Пифагора о Тоте Атланте. «Ты рассказывал мне, что великий тот атлант твой учитель. Это тот самый бог, тот, который в Египте весьма почитаем. По легендам, он был одним из правителей Египта в те в давние времена, когда этой страной управляли боги. Да, тот атлант есть один из тех божественных учителей, которые приходили в телах из плоти ко многим народам и несли им знания о высшем. Он вполне реален. Тот атлант был одним из великих божественных наставников, которые завершали мое обучение в храмах Египта. Он это делал в теле, состоящем из Великого Света, то есть не используя материальное тело. Он раскрывал мне знания, утерянные или непонятые жрецами, у которых я тогда проходил обучение. Как и все великие, он не связан необходимостью рождения и смертей в кругах перерождений. И пребывают они все, всегда и в вечном единении с единым божественным сознанием». В этот момент к костру подошел незнакомец. Он прошел совсем рядом со стражниками, но те не заметили его. Он был невидим для них. Пифагор с Великим Почтением встал навстречу Костю. Камелькар последовал его примеру. Его тело не было материальным, но вполне реальным. Мягкая улыбка, невозмутимый и глубочайший покой, сияние от всего облика. «Позволь познакомить тебя с моим великим учителем, Тотом Атлантом», – представил Костя Пифагор. Гамелькар был потрясен. Хотя тело Тотом Атланта было нематериальным, но оно воспринималось как большая реальность, чем все остальное вокруг. Тот Атлант, в виде интереса Гамелькара Кобликова, в котором он предстал, пояснил. На самом деле ведь нет никакого самосущего материального мира. Все творение создано из вполне подвижных энергий через некое их уплотнение, позволяющее объектам быть проявленными, то есть воспринимаемыми, воплощенными существами. «Мое тело сейчас уплотнено настолько, чтобы тебе было удобно его видеть. Если еще немного плотнее его проявить, то оно станет воспринимаемыми стражниками, а это уже будет излишним». Воплощенные люди обычно имеют ограниченное зрение и не в состоянии видеть те энергетические структуры, которые образуют материальный мир. В самых общих чертах, говоря, микрочастицы, которые находятся в наиболее уплотненном между собой состоянии, ощущаются обычным человеческим восприятием, как твердые предметы. Субстанция изменения прочных связанных частиц, как жидкости. Еще более свободно расположенные частицы, как невидимые обычному человеческому глазу воздух. Но за пределами диапазона восприятия телесными органами человека раскрывается беспредельный многоионный простор. Душа может научиться видеть великую творящую силу и ее творение на разных уровнях утонченности. Ты уже знаком с божественным светом и огнем. Когда освоишься в них в еще большей мере, ты сможешь рассматривать все сотворенное оттуда, из глубин. И тогда ты познаешь, что все сущее во всей Вселенной есть действительно единый живой организм. Гармония есть главный принцип жизни этого организма. Всякие же нарушения этого принципа рассматриваются как нежелательны, и нарушители рискуют оказаться несостоявшимися элементами целого. К костру приближались сияющие фигуры божественных мужчин и женщин. Тот атлант представлял Гамилькару своих великих друзей. Птахотеп – мой соратник в трудах в Египте. Он один из тех, кто тоже обучал Пифагоры. Каир – в давнем прошлом один из божественных правителей Египта. Имхотеп – великий архитектор и скульптор, вдобавок ко всем остальным его умениям. Вам, мои друзья, следует уделить будущим его советам особое внимание. Имхотеп после мягкого и величественного поклона, адресованного Пифагору Гамилькару, устроился удобно у костра и продолжил. Да, искусство – это своего рода мост между мирами божественным и материальным. Оно есть удобный для множества людей способ донесения до них знаний. По этому мосту могут проследовать очень многие души. Само же творчество учит души быть подобными Творцу, творящему все в мироздании. Именно творчество в искусствах и науках может становиться большой переходной ступенью в развитии, в жизни на нашем уровне бытия среди нас. Я буду помогать вам всегда, когда это потребуется. Все новые божественные учителя приближались. Каждый из них был не только в телесном облике, но и подобен целому морю, огромностью себя души. Каждый привносил в пространство вокруг свое сияющее божественное присутствие. Гамилькар едва успевал воспринимать малоразличающие божественные кости особенности, оттенки света и состояний любви, покоя, силы, величия. Когда Гамилькар обернулся к Пифагору, он увидел, что Пифагор был таким же, как и они, хоть и имел тело из обычной плоти. Затем сияние света стало столь значительным, что материальный план словно был смыт из восприятия Гамилькара. Он растворился в океане света, состоящем из множества божественных душ. Потом Гамилькар услышал голос Тота-Атланта. «Это очень полезный опыт для тебя, Гамилькар. Именно так во взаиморастворенном состоянии обычные пребывают достигшие божественного совершенства души. И только для деяний в более плотных слоях мироздания они создают свои личные формы. По этим формам ты можешь научиться узнавать их. Есть центральный божественный огонь Земли, базирующийся в ее ядре. Он в обычных условиях соединяет ядро планеты с божественным огнем всеобщим. Ты уже знаешь, что божественный огонь состоит из них, взаимослитых. Достигшие слияния с единым божественным «мы» трудятся на Земле, исходя к воплощенным существам из этого огня. И они имеют в нем источник силы. Вскоре и ты войдешь в их число. Ты ныне получаешь доступ к сокровищнице божественных знаний, носителями которых являются достигшие. Ты можешь почерпнуть здесь любое знание в любом количестве. Единственное ограничение – это способность понимать ответы. Эти знания неуничтожимы, ибо они сохраняются бессмертными душами, носителями этих знаний. Даже когда история сей планеты отойдет в глубокое прошлое в истории Вселенной, великие, трудившиеся здесь и постигшие единство, будут продолжать свой труд на других планетах. А сейчас ощути снова свою единосущность с божественным огнем, ведь это стало уже познанной тобой реальностью. Затем стань источником великого потока божественных любви и силы. Более нет места твоей отдельной воли. Лишь то, что не только предложено тобой, но и одобрено всеми, может быть реализовано. Твоя судьба теперь нерушимо скреплена с великой божественной силой. Когда человек воссоединяет в себя душу, горящую, как огромное по размерам солнце, со всеобщим творящим огнем, начинается новый великий этап пути достигшего. Что стоит за этими словами? Из единого «мы» действует каждый из нас. Это великая ответственность – всегда быть тем, кто проявляет не личную волю, а волю единого «мы». Гомелькар с трудом вернулся к восприятию плотного мира, где находилось его тело. А ведь так хотелось остаться навсегда в мире божественных любви, покоя, света. Пифагор утешил. Ты уже научился входить в божественные оны. Они, как и все населяющие их наши божественные учителя, всегда рядом. Но человеку, имеющему тело, нужно выработать умение и привычку воспринимать всегда оба мира. Божественный, откуда он получает руководство, знания и сил, и материальный. Это мы с тобой будем осваивать в ближайшее время. А пока тебе нужен отдых. Пусть тебя радует то, что ты принят в божественном свете как равный, хоть тебе еще и предстоит немало потрудиться, чтобы это стало прочным достижением. Знай и то, что при расставании с телом в случае его гибели, признанный тобой божественный мир станет обителью для тебя. Знание об этом добавит к твоим мужеству и бесстрашию радость и покой предсмертью тела, когда бы она ни приблизилась. Глава 13. Вавилоне Караван с пленниками и ценностями достиг Вавилона. Всех магов и жрецов, плененных в Египте и других царствах, разместили в нескольких помещениях, имеющих выход во внутренний двор с небольшим прудом, цветниками и несколькими апельсиновыми деревьями. Но все это было изолировано от внешнего мира стенами и хорошо хранялось стражей. «Впрочем, наша новая темница довольно удобна. Я ожидал худшего», — произнес Пифагор в ответ на возмущенные возгласы жрецов, которые не слишком обрадовались этому месту. Здесь уже содержались многие плененные прежде, маги, прорицатели и целители. Пифагор был приветлив с ними, но немногословен. Только с одним из них, астрономом и математиком, он вел иногда долгие беседы о движении звезд и планет, о законах соотношений, выраженных в числах и формулах, о геометрических фигурах, которые могут служить символами бесконечного. Гамилькар иногда пытался вникать в суть их бесед, но вскоре понял, что его познаний в этих областях недостаточно, чтобы погрузиться в глубокое понимание того, что они обсуждали. Когда он с некоторым огорчением сказал об этом Пифагору, тот утешил. Совсем не обязательно тебе сейчас разбираться в законах движениях звезд и в математических исчислениях. Есть то главное знание о развитии души и божественных законов целого, которое ты постигаешь. Сосредотачивай свои усилия на главном, а все остальные знания, когда ты в них будешь нуждаться, будут легко открываться перед тобой. Так в медитациях и беседах мирно протекала их жизнь. Во внешнем же мире события происходили одно за другим. Новости оттуда с некоторым трудом, но все же просачивались к пленникам. Эти новости сулили перемены. Царь Камбис, сдвинувшись вглубь африканского континента, потерпел несколько серьезных военных поражений. От голода, жажды и болезни погибло множество его воинов. А тем временем в его разрушившихся владениях росло недовольство, возникали смуты. Медийский жрец Гаумата начал выдавать себя за убитого Камбисом брата Бардио. Он захватил власть вначале в Медии, а затем стал пытаться подчинить себе и остальные земли, вошедшие в завоеванное персами огромное государство, которое начало распадаться. Камбис поспешно принял решение о прекращении завоеваний и возвращений, чтобы наказать Гаумата. Но вскоре пришло известие о внезапной смерти Камбиса. Ходили разные слухи о гневе богов, покаравших Камбиса за разрушение некоторых святилищ и храмов в завоеванных землях. Ходили также слухи и о магии Гауматы, и о том, что копье, в котором сам себя случайно ранил Камбис, садясь в седло, было отравлено заговорщиками. Один молодой знатного рода перс по имени Дарий, имевший родство с самим Киром, отцом Камбиса и создателем империи персов, стал часто заглядывать к плененым жрецам и магам. Он явно искал способы, чтобы свергнуть строну Гаумата, а для этого хотел заручиться помощью магов. Ему наскучило слушать листевые предсказания астрологов, суливших ему величие и власть над всем миром. И он предложил всем жрецам и магам показывать свое мастерство. Дарий с интересом наблюдал за этими демонстрациями магической силы. Например, один из жрецов с легкостью заставлял впавших в транс рабов исполнять любые его указания. Наблюдая это, Гамеликар вспомнил черного мага, с которым он когда-то встречался. Тот маг обладал огромной грубой силой воздействия на других людей. Он парализовал и подчинял своей волею и способность мыслить более слабых душ. Сколько же легко они становились рабами его силы. Повелевать другими людьми магической силой и извлекать из этого любую выгоду, таким было умение того мага. Гамеликар тогда потратил немало сил, чтобы вырваться из цепкого липкого внимания того человека. То, что демонстрировал здешний жрец, было слабым подобием и напоминало скорее гипноз. Другой жрец показывал Дарию, как можно без оружия причинить боль рабу, находящемуся на расстоянии. Пифагор же наблюдал за происходящим, не вмешиваясь и сохраняя неодобрительное молчание. Но этим он все сильнее вызывал интерес Дария, который был уже наслышан от спутников Пифагора о многих случаях проявлений его силы за время пути обоза с пленниками из Египта. Через некоторое время Дарий решил начать более близкое знакомство с Гамелькаром. «Ты уменно понимаешь, что мне нужны сильные и преданные люди. Ты мог бы стать союзником моим. Твои силы и знания могли бы помочь мне зайти на трон. Ты вызываешь восхищение у воинов даже внешностью гиганта-атлета. К тому же, говорят, ты также владеешь магией. Такой человек, как ты, был бы обесценен рядом с правителем. И я не остался бы в долгу. Гаумат, этот маг-недоучка, который обманом пришел к власти, ведь не достоин ее». «Ты прав, Дарий. Гаумата не достоин быть правителем. Но есть разные способы побеждать. Неужели ты хочешь прийти к власти с помощью убийства? Или ты намерен начать применять черную магию против такой же магии зла? Что будет в результате? Неужели ты думаешь, что это может привести к благу тебя и все народы, которыми мечтаешь ты управлять? Если мы по своему желанию применяем силу души для управления другими людьми, мы лишаем себе права на божественное покровительство. Ведь только боги имеют право распоряжаться в такой мере судьбами людей. В частности, они запрещают людям самостоятельно принимать решения о развоплощении других. Тогда Дарий обратился к Пифагору. «Отчего ты молчишь, Пифагор, когда другие так и норовят мне понравиться и стать моими помощниками, так явно показывая свои умения?» «Скажи, отчего не явишь и ты свою силу?» «Я немало слышал о твоем могуществе и об умении знать будущее. Скажи, я буду править Персией?» «Да, очень вероятно, что ты взойдешь на трон царей персийских. Но важно не это, а то, каким правителем ты будешь». «Хотел бы я продемонстрировать тебе не чудеса, не магическую силу, а превосходство добродетели над злонамеренностью. Хотел бы также научить тебя, как стать правителем великим и мудрым, который любим народом, а не тираном, который в страхе держит подвластных ему людей. Но как научить того, кто учиться не хочет?» «Вот только что погиб Камбис, царь, который боялся заговора брата и повелел его убить. Камбис завоевал столь много царств, погубив, искалечив, лишив имущества множество людей. А умер он, лишенный власти, так и не насладившись плодами своих побед. Это ли не яркий пример того, как зло порождает зло? Так, в частности, возвращается все то, что человек содеял к нему самому, в его судьбу, как воздаяние за то, что совершил. «Но ты пришел ко мне, надеясь найти силы, чтобы погубить мага Гаумату. Ты собираешь соратников для заговора и убийства. Поэтому пока я подожду, в надежде, что, может быть, и мой черед когда-нибудь наступит, тебя праведность обучить». Дарья все чаще приходил и слушал Пифагора, проявляя явный интерес, когда рассказывал Пифагора о силе и возможностях человека. Но вновь и вновь Дарьева спрашивала лишь о том, как ему достичь власти. «Я хочу быть великим правителем. Великие знают свои цели и ни перед чем не останавливаются. Даже потерянные на этом пути жизни их поданных им не преграда. Примеры всех успешных правителей земных об этом говорят. Нельзя лишь миром и добротой держать народа в подчинении. Великие правители и силой великой обладать должны». «Те правители, о которых ты говоришь, то не великие, а лишь примитивные, эгоцентричные и властолюбивые люди. Они могут быть более или менее добры и справедливы, или же, напротив, злые и жестоки. Но все они продолжают заблуждаться, не зная истину. И цели их вовсе не велики, хоть им окажутся такими. Они ведь мечтают лишь владеть и повелевать людьми. Но кто действительно может именоваться великим? Лишь тот, кто живет, исходя из сердца земли, и держит на своих божественных руках все жизни, ощущая каждое существо на кончиках пальцев и счетного множества рук единого целого. Истинно великие соединили свое величие с бескрайностью целого, силой, управляющей всей вселенной. Они уже владеют всем и не нуждаются ни в поклонении, ни в славе, ни в богатстве земном. И они мудро управляют людьми, если судьба, посланная божественным началом, ставит их во главе царств. Но Дэви не принимал всего того, что мог бы принять при желании. Ты неисправим в своей наивности, Упифагор. Не понимаю, как знания твои способны уживаться с мечтами о нереальном, утопическом. Благослови же меня, у великий, на малые мои дела, ибо я собираюсь всего лишь завоевать тот мир, который открывается передо мной здесь, на земле. То, о чем ты мечтаешь, Дэви, это твоя сильная власть над людьми, поклонение тебе, почести. Но власть твоя могла бы стать не только сильной, но и мудрой. Божественные учителя человечества помогают осуществлять только дела гармонии и добра. Они ищут тех подвижников, которые стремятся объединить любовь свою и вселенскую. Постепенно они дают такому герою духа возможность воспринимать силу божественную и соединяться с ней. Ты знаком с учением мудреца Зараастра. Оно в своей основе могло бы стать объединяющим для многих народов, ибо говорит в том числе о едином божественном начале, боге-создателе всего, боге-мудрости, боге-добра, боге-воспринимаемом в виде божественного огня. В этом учении также предписывается необходимость соблюдения доброты, законности, справедливости. Отчего же ты сам не хочешь в своей жизни следовать тому лучшему, что есть в этом учении? Несколько месяцев продолжались попытки Камерикара и Пифагора заинтересовать Дарья идеями духовного преображения общества, о которых они говорили прежде лишь вдвоем. Но Дарьи то возгорался в восторге от мечты о просвещении и внедрении идеи добронравия, то мрачнел от своих мыслей о несовпадении того, чему учит Пифагор, с тем, чего он, Дарьи, сам так страстно желает. Глава 14. Окончание ученичества Камерикара Пифагора Камерикара были отпущены на свободу, взошедшим на престол Дарьи. Дарьи сказал Пифагора на прощание. «Теперь я царь. Я завоюю весь мир, но прежде позволю тебе следовать твоим путем». «Отчего ты отпускаешь теперь меня и моего друга?» «Если я стану слушать вас дальше, то не смогу осуществить задуманное мной. Возьми все, что тебе нужно. Я прикажу исполнить все твои указания, дам суда, гребцов и все необходимое. Ты и твой ученик больше не пленники. Вы можете выбирать, куда вам направить свой путь». В бухте города Тира два судна, готовые поднять паруса, ждали приказ к отплытию. На берегу стояли двое, Пифагор и его ученик Гамилькар. Пифагор произнес. «Да, если бы Дарьи стал нашим учеником, то многое изменилось бы в истории Земли. Но есть свобода воли у каждой души. И даже видя провал всей грандиозности возможных совершений, нельзя принуждать к правильному выбору другую душу». «Хотел бы я отправиться теперь вместе с тобой, Пифагор, и быть тебе помощником во всем. Я тоже хотел бы этого, Гамилькар. Но воля выше и в другом. Ты сам теперь начнешь вершить в своей стране все то, что мы наметили. Пойми, мой друг, что от тебя ведь тоже зависит доступность этих знаний для очень многих людей. Если каждый из нас начнет в своей земле это делать, то сможем мы больше, чем если вместе сейчас мы в одном месте действовать начнем. Вперед же, Камилькар. Мы будем рядом все время. Хоть и в отдалении будут наши тела, но наших мыслей и устремлений дела едино будут. Твори для человечества на земле то, что нам с тобой поручено. И знай, не пропадут в пустую наши труды. Те невоплощенные учителя, которых на них знаешь ты, и даже те, которых ты еще не знаешь, будут тебе всецело помогать. Посмей же в мире тьмы войны нравственного разложения восславить истину, красоту и добронравие желанным сделать. И совершенство души в слиянии с Творцом означает цели в жизни каждого человека. Да, не просто о нравственном нам будет говорить, когда даже так называемые боги народов многих в их легендах легко идут на преступления, стремятся к господству друг на другом, воюют, убивают, предают, людей карают по прихоти своей. Но тем нужней для человечества то, что мы с тобой должны поведать людям. Своих учеников ты будешь вести от небольшого пространства тишины сердечной, в котором становится явен Бог, к великому безграничному прозрачному покою и к божественному огню, в которых индивидуальное «я» вливается в единое «мы» всех совершенных. Есть непреложные законы жизни для посвященных. Они более не живут для себя. Они более не воспринимают происходящее с ними с точки зрения индивидуального человеческого «я». Они живут здесь в телах для того, чтобы совершалась воля изначального, чтобы происходило совершенствование душ, чтобы являлись людям мудрость, любовь и красота божественного сознания. Они всегда смотрят на происходящее из единства с изначальным. К силе они прибегают лишь в полном соответствии с Его волей. Смерть тел своих готовы они принять ради Его блага. Не применяют они той силы, с которой в единении живут для спасения своих тел. Они всегда готовы полностью в божественный свет уйти из мира материи. Но остаются они здесь среди людей лишь для того, чтобы дары божественного знания людям нести. Ты можешь из уже познанного тобой единства научиться жить так всегда. Удачи тебе, мой верный друг. Удачи тебе, гомелькар из Карфагена. Я не прощаюсь, ведь то единство, в котором пребывают достигшие, нерасторжимо расстояниями земными. Тот, в ком неугасимо горит огонь творящей божественной любви от единого уже не отдерим. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok